Прием, привет, слушай, хорошо. Слава, добрый вечер. Алло. Слушаю. Юрий Рыбников, от всей души вам здравия желаю. Бомбите дальше, мы за вами смотрим, наблюдаем. От всех славян вам большое уважение и здоровья желаю. Так, слушаю, что вы хотите-то? Приветствую всех, господа. Эфир начнется у нас минут через 5-10. Сейчас мы собираемся. Тема у нас будет по эзотерике, что-то по мистике. В общем, будем обсуждать самые странные теории, какие у вас есть. Можно оттянуться на полную. Эфир будет не очень таким серьезным, полу... Не то чтобы юмористическим, в общем, в таком формате неформального общения на странные темы. Если у вас есть что-то такое, можете задвинуть. Ну, давай попробуем. Попробуй просто включить-выключить снова. Сейчас, одну секундочку. Так, Вячеслав, смотри, Легион проснулся, он оказывается здесь. Я уж перенервничал, что он не придет. Я тоже согласен, что пускать сейчас Легион — это полный трэш. При том, что Юрий Рыбников, Юрий Степанович, по-моему, с нами, это просто вот нежелательно, так сказать, уварить трэш. Ладно, давайте тогда без Легиона пока посмотрим, как пойдет. Если будет скучно, то его можно добавить? У нас просто известный такой персонаж, кто его не знает. Он немного... Он, в общем, умный и наглый, но он школьник, и поэтому он иногда такие вещи задвигает, что... Легион, бро. Абсолютно согласен. Я бы вообще хотел отдельно услышать мнение Юрия Степановича и версии русского в данной теме. Ну, давайте, давайте, только... Тема, я так понимаю, эзотерика у нас, поэтому мне бы хотелось бы, да, вот, поприсутствовать и вопросы задавать по поводу отношения русов к эзотерике и вообще не связано ли мнение древних знаний русов с эзотерикой. Не одно ли это и то же? Денис, погоди секунду, я сейчас запущу эфир, и потом можно оттянуться на полную программу. Можно, конечно, и серьезно попытаться сделать эфир. Если будет серьезно, я просто поменяю название, оно более вменяемое на то, что мы тут обсудили, и картинку поменяю. Но вообще планировался не самый такой серьезный формат. Если будет с юмором, в полуразвлекательном характере, то тоже пойдет. Смотрите сами. Значит, я вам сразу скажу, я эзотерикой не занимаюсь. Нет, Степанович, буквально секундочку, пожалуйста, извините, ради бога. Александр, ты запустил же эфир? Нет, сейчас запускаем. Да, сейчас время просто, сейчас у нас отбивка будет, начало семи эфира, и поэтому под запись тогда, Юрий Степанович, я очень беру внимание. Ну, давайте так, ребята, вы кончаете там? Почему? Да. Почему? Потому что, еще раз говорю, я про эзотерику вам ничего здравого не скажу. Я ее не воспринимаю никак. Почему? Потому что я живу в реальном мире, и рассматриваю только доказуемые вещи. Недоказуемые вещи, они не имеют смысла вообще для обсуждения. Это так называемые бабушки на заваленке. Поговорили, поговорили, разошлись. Я совсем другого мнения. Если говорить, то по делу. Реально, что есть в жизни, что нам, как говорится, мешает, где там ложь, где не ложь. Почему? Потому что сегодня уже многие пришли к мысли, что мы живем в мире сплошной лжи. Какая-то молодежно-долбежная бригада оплачивает эту ложь, и люди за деньги готовы сказать все, что хочешь. На полосе поддерживаю. Так что, если вопросы по делу давайте, а если такие шутливо-щекотливые, то лучше не надо. Ну, то есть вы относитесь к эзотерике, правильно? Да. То есть, что не тайное, предназначенное для народа, правильно? Ну, все, что не тайное, все, что доказуемое. Да, только лишь. Тайное для меня отсутствует. Ну, кстати, можем обсудить, знаете как, то, что типа нету эзотерики. Сходите, можете вот такую тему сейчас задвинуть. Я как раз настрою сейчас, уже почти запустил. Не, вообще, я уже не понял. Можно разоблачение устроить. То есть антиэзотерика. Давайте просто возьмем термин. Я вот читаю сейчас термин и понимаю, что это тайное, да, что-то непонятное, не для всех открытое знание, да, содержащее выраженное в психодуковных практиках. То есть, во всем и ни о чем получается, да, на самом деле. Конкретного определения нет этому. Не, ну почему? И возможно, как раз Юрий Степанович нам, например, объяснит и более внятно, так сказать, изложит мнение, например, теории русов и вообще знаний русов. Например, то, что эзотерика является вот каким-то мифическим знанием, которое на самом деле уводит в сторону, а те, кто ищет, не мучите его. Давай так. Единственными знаниями русов являются знания природы. Именно знания природы. Если рассматриваются какие-либо тайны или там парадоксы или еще что-нибудь подобное, это не имеет смысла. Значит, существует реальная жизнь и существует знание природы. Вот знание природы – это знание русов. Академики и вся академическая наука, они с точностью до наоборот все нам преподают. Что это значит? Для них нету знаний природы. У них есть только ложный посыл. Мы вас обучим, как лучше понимать природу. В действительности они отводят от знаний природы. Вот даже по одному интересному моменту я, вы знаете, больше всего занимался электричеством и вышел, что единственной сущностью в природе есть электровещество. А когда мне скинули 1903 года книжку Джоли, по-моему, оказывается, он шел тем же путем, что и я. Юрий, на минуточку я прерыву вас. У нас, значит, новость, эфир начался. Для начала я хочу порекомендовать вам подписаться на паблик «Эзотерические приколы». Пройдите в ссылки по описании, посмотрите, интересная группа. И давайте, пожалуй, начинать. Кстати, пока мы тут за кадром общались, интернет опять, как обычно, глючил, матрица шатается, ком дымится. У нас была тема заявлена, как эзотерика, мистика, и вот все с этим связано. И в более таком юмористическом ключе. И вот как раз мы за кадром начали уже обсуждать, и некоторые гости считают, что этого всего нету, и вот эту мысль они уже начали разворачивать. Сейчас мы по этим всем вещам пробежимся. В гостях у нас сегодня Юрий Рыбников, Вячеслав Котлеров, Черагон, Галина, человек с ником Коп и Денис. Наши постоянные зрители и блогеры. Ссылки на канал найдут в описании. Без лишних присловий, давайте перейдем к тому, о чем мы сейчас говорили за кадром. Вот сейчас зрители нас уже слушают. Юрий, ты можешь повторить основные мысли. Денис там вопрос задавал, можешь его тоже продублировать тогда, и начинаем замок. Ну давайте, да, начну для зрителей. То есть Юрий Степанович утверждает, что, ну точнее, позиции Юрия Степановича, что эзотерики, он, во-первых, не разбирался, и скорее всего, вот данного знания не существует, как я понял. Даже просто разбирая термин эзотерика, мы понимаем, что данная формулировка относится к каким-то, к какой-то совокупности знаний, сведений, недоступных, непосвященным, да, то есть определенная элитарность уже навязывается данному знанию, такая, так сказать, мифичность. И дальше там характеризуются как особые способы восприятия реальности, имеющих тайное содержание, выражение психодуховных практиков. То есть какие-то практики и так далее, и все это дело можно назвать эзотеризмом. Я правильно понимаю, вот Юрия Степановича, что касается знаний русов, вот данный термин, он полностью диссеритирует, как бы, знания русов, потому что знания русов, они связаны с практическими знаниями о природе. О, и даже не о природе, а знания природы. А мы их познаем. О природе это нам говорят. И уводят в сторону. Каждый может думать по-своему. А знания природы, они абсолютны. Юрий Степанович, ну вот я тоже, так сказать, понимаю только одно, что, ну человек, да, это чего данный на век. Вы же прекрасно понимаете, что за наш век очень сложно с нуля каждому человеку познать природу. Я думаю... Нет, нет, нет. Вы... Я думаю... Да, я думаю, в этом и проблема. Послушайте, вы к этому просто приучены. Любой человек взрослый самостоятельно может в течение года во всем разобраться. Причем методику я дал. Проверяйте, проверяйте, проверяйте. Вот. Поэтому всякая наука, всякая теория, это ложь. Только результаты экспериментальных данных, оформленные соответствующим образом, вот здесь очень важно, потому что нам слишком много дали несоответствующих названий, и для многих больше мучают названия, которые нам навязаны как программу общения, потому что слово – это программа мозга, и он по-своему ее воспринимает. Правильное слово. Он на него реагирует правильно, на неправильное реагирует неправильно. Вот и все. То есть, а правильно, что, в принципе, каждого человека можно назвать биороботом? Или это специально вот навязанный термин? Можно. Нет, человек не биоробот, но сделать из него биоробота делают, и очень старательно. Значит, вот первая стадия, ну, серьезно, которую можно уже начинать проверять, это школьное обрезование мозгов. Ну, приучают, допустим, самый простой эффект, от трех яблок отнять шесть. Говорят, минус шесть. Вот первая стадия, когда людей начинают дурить. А когда он говорит, ну, как же так, вот три лежит, а мы шесть отнимаем, а ему говорят, должен будешь. Он ни у кого ничего не брал, а ему говорят, ты должен будешь. Ну, это знание ростовщиков уже, я понимаю, да, к чему вы клоните. Вот, это тип первая. Теперь вот про вашу эзотерику. Вот слово эзотерика вы хоть разбирали? Ну, наша Википедия нам вот говорит еще раз, что эзотеризм, совокупность знаний, сведений, недоступных посвященным, да, в питание. Нет, вот вы сначала разберитесь. Вот физику более-менее знаете, вот есть такие процессы, эзотермический, эзохорический, эзобарический, что означает из? Давайте разложим слово замечательно, что такое из? Правда, она пишется как эзотеризм, через эзо. Нет. То есть, из – это какое-то постоянное, постоянное давление, постоянная температура. Постоянная духовная практика. Абсолютно верно. Вот, из означает постоянство. Теперь берем эзотерико, эзотерико, как вы по-вашему это рассматриваете? Внутренний, может быть, от греческого, внутренний. На греческом языке это внутренний. Давайте попробуем, а кто-нибудь на русском языке может предположить, что это такое? Ну, объясняется, психо-духовная практика. Душа. А может, из – это приставка ложная теория, из – Вот, давайте так. Теперь, чтобы потихонечку расставить все, значит, когда вы мне говорите о психо, откройте определение. Псих – нездоровый, больной человек. Значит, если у вас это лежит в основе, то смотреть нечего. Я не допустим. Давайте, можно с вами вам два слова скажу. Я болезни не рассматриваю, потому что я не медик. Давайте дальше идем. Теперь говорите. Я говорю, да? Вот я тоже открыла интернет. когда говорят о том, что это душа, я говорю, скажите, пожалуйста, у вас определение душа есть или, может быть, это все-таки глагол души? Вы у меня спрашиваете? Алло. Я не слышу. Ну, как вот наличие души, вот я знаю, что, уважаемый Юрий Степанович, отрицает существование богов. Тем более, что богов мириады, больше, чем человеком и людей. Поэтому, если нет бога, по мнению, уважаемого Юрия Степановича, то нету и души. Вот у меня такая математика. Это говорит Вячеслав Котляров, город Харьков. У нас что, подвисла трансляция или я что? Юрий, подвис. Вот жалко, я просто... На ютубе что-то странное происходит, кстати. Вы знаете, что Юрий Степанович откололся. Давайте я кое-пару слов скажу, если не возражаете. Вот, я тоже залезла в интернет. Меня слышно? Да. Да, Галина, вас слышно. Да, очень хорошо слышно. Вот, я также залезла в интернет, потому что я до этого никогда не интересовалась ни эзотерикой, ни шизотерикой. Вот, залезла в интернет и то же самое, вот как до этого сказали, что эзотерика это тайное мистическое учение с психодуховными практиками. И тут же внизу перечислялись эти науки. Это паранаука, парапрактика, масонство. Потом там почему-то появилась астрология и почему-то абсолютно нет психотерапии или психологии. Вот, я лично не согласна с тем, что туда включена астрология, потому что всё-таки она, ну, может быть, большая часть астрологии, которую изучаем мы, например, на Земле, на планете Земля, она всё-таки подтверждена математическими, физическими какими-то формулами и доказательствами. А вот психиатрия и психология, она чисто построена на психо-духовной практике. То есть, вот я считаю, что астрологию, ну, можно как бы оставить, но сюда надо включить также психиатрию и психологию. Также вот я не согласна с Юрием Степановичем, он, ну, типа, поговорить, что, скажем так, вот шизотерика и эзотерика не связаны с психическими заболеваниями. Вообще-то слово шизотерика, оно состоит, первое, шизо, это не только шизо, это и болезнь, шизофрения. И внизу, вот тоже в этой же интернете я прочитала, вот дальше идёт под этим определением, идёт симптомы, ну, как она определяется и диагностируется шизотерика, идут симптомы именно шизофрении, взятые из медицинских источников. То есть, нравится вам или не нравится, а шизотерика, слово произошло, лишь только, ну, намекают, что это всё-таки психиатрическое направление и связано с шизофренией. Вот я могу такая точка зрения. Ну, в принципе, конечно, Галина, есть рациональное зерно, я же говорю, жалко, что Юрий Степанович отвалился. Я вообще, Александр, пришёл в небольшой шок от того, что он появился в конференции, причём, если я не ошибаюсь, случайным образом всё пошло на котляровый фэм, наше закулисье. Вот, и я просто хотел бы ещё также сказать, вот, вот эту шизотерику, шизотерику, в принципе, она была известна ещё с 90-х годов, её применяли наши средства массовой информации, ну, на телевидении, там, в любых таких источниках, и применяли совместно с эриксонским гипнозом. Поэтому, вот, конечно, это как бы внушалось так, что это как бы, ну, как, что это, ну, а как бы мысли Бога, что это действует Бог, что это там высокие какие-то идеи. Ну, на самом деле, если что-то и бралось, то это бралось не от человека, находящегося на Земле, на планете Земля, и это был явно не, как называется, инопланетянин, а обыкновенный человек со своими высокими духовными ценностями, на основании которых этих ценностей строили эту шизотерику, чтобы ввести людей в транс. Вот и всё. Путём эриксоновского гипноза. Это очень было распространено в 90-х годах. Потом это чуть-чуть сменилось, в 2000 году чуть-чуть изменилось, вот это... Минуточку. Я проверяю, что идёт у меня. Почему-то зрители не видят ничего странного. Я, да, да, трансляция идёт, но ничего нету. Возможно, в записи это будет, возможно, не будет. Я не понимаю, что происходит. Давайте, я тут понажимаю ещё раз, ОБС запущу. Да, это мистика. Вообще, честно говоря, только потом вот до меня дошло, что я начал случайным образом зеркалить всё на котлеру ОФМ. То есть, наши все разговоры, даже, по-моему, с самого старта будут чудесным образом возможно сохранены, будем на это надеяться. Но самое печальное, что, предположительно, Юрию Степановичу кто-то на ушко сейчас шепнул, что покидай эфир, потому что вам здесь находиться опасно. Потому что одно дело говорить с двоечниками, другое дело, когда приходят титаны, как Вячеслав Котляров, и начинают просто давать истинное положение вещей во всех ракурсах, и в лучшем случае людей мозги закипают, сверх лучшем. Вот пришел мальчик, Броли Юрьевич. Ну, сейчас Юрия Степановича нету, поэтому... Кстати, Юр, если... Ой, Юр, Саша, если меня этот мальчик сейчас гигнет, это будет большая ошибка. Инсайдера, можешь добавить? Я впервые прошу о таком просьбе, так сказать. Я написал инсайдеру, но он пока не ответил. Если что, мы его по ходу добавим. Алина, смотрите, в двух словах, я хочу именно к вам обратиться. Давайте пару технических объявлений сделаю и потом вам всем слово дам. Смотри, Вячеслав, Легион особо сильно не предупреждает, потому что он повещает. А Галина потом свою лицензию выдаст на Легиона. Значит, зрители, я не знаю, что происходит, в записи вы, наверное, это увидите. Прямой эфир сейчас глючит, но смотрите, пока укатировывают всю тему, он дублирует. Во всяком случае, я выложу то, что будет, если сохранится это все. Ладно, поехали. Ну, как бы едем, едем, едем в далекие края. Галина, давайте я продолжу отвечать на то, что вы сказали. Нет, ну, что это? Легион, бро, я, конечно, понимаю прекрасно, что ЧСВ твое вышиб все здесь находящиеся, но давай я все-таки продолжу. Ну, действительно, ты просто мальчик, вы сомневаетесь, вы говорили о том, что введение в транс происходило в 90-х годах. Как вы считаете, то есть знания о эзотерике, они кем-то специально были применены в 90-х годах, чтобы, так сказать, разжижить мозг, получается, населения с высшим образованием, которое находилось в состоянии 90-х годов в этом периоде. Как вы считаете? Ну, я считаю, что вообще-то само понятие эзотерика, там и остальные, в 90-х годах как бы не были известны. Скорее всего, это переход был одних принципов психиатрии, переход на другие принципы, потому что психиатрия, что была при Советском Союзе, и что стало сейчас. Ну, она чуть-чуть изменилась, скажем так. Методы изменились, инструменты, какими она работает, изменились. Если, например, при Советском Союзе эти психиатры, ну, были, как вот сейчас у нас идут черные риэлторы, и они занимались, ну, большей частью именно квартирными вопросами для достижения определенных благ, то сейчас они, потому что вот в СССР был такой закон, людей, которые признавали психически больных, а им без очереди как бы давали квартиру. Если на крупных заводах раньше получали квартиру в течение, бесплатно я имею в виду, в течение 5-7 лет, не позже, да, то были такие учреждения, которые своим сотрудникам не выделяли квартиры. Поэтому, чтобы как-то получить квартиру бесплатно и быстро, применялся такой способ, там, родственников своих как бы объявляли психически больными и загоняли в психиатрические больницы. Прошу прощения, разговор абсолютно ни о чем. Мы говорим здесь об эзотерике или об СССР. Как там было все в квартирах. Если говорить о... Пожалуйста, я говорю с соседкой, такое действительно возможно обсуждать, но если речь идет о серьезных темах эзотерических, то есть мы должны сказать как бы эзотерику. Эзотерика, я еще раз повторю, это тайное мистическое, что-то, если есть что-то тайное мистическое, то это уже можно назвать эзотерикой. Вот то же самое. Мало кто знал это. Тайное мистическое, разве это не тайно, что человека психически здорового ставили клейму? Разве это не скрывалось? Это скрывалось. Полное ваше имя какое? Галина Кислякова, нет? Нет, не Кислякова. Значит, я просто подумал, что это другой человек. В общем, эзотерика это не что-то мистическое, конспирология это что-то тайное, сокрытое. То есть, эзотерика это что-то за пределами. Кстати, как слово само переводится, сейчас я вобью и покажу, чтобы... А я смотрела, а я смотрела в интернете, вы, может, чуть-чуть опоздали. Вот я уже сказала, что я считаю, что астрологию надо убрать из-за эзотерики, из-за определения эзотерики, а туда добавить... Эзотерика это внутрение, то есть наука, по сути, о внутреннем мире, о душе и так далее. Так, я так поняла, что это Легион, да? Да, это Легион. Вот лично к вам, ну раз вы вошли, скажем так, уже начали в эфире, вот лично к вам у меня вот как к эксперту, потому что вот я вас сразу предупреждаю, я хотя с вами... Я повторяю, я не эксперт, но у меня просто получается абсолютно случайно мы каббалистам, то есть у каббалистов... Хорошо. Вот, понимаете, вот я не разбираюсь ни в химии, ни в физике, ни в астрологии, ни в религии, да? И вот сейчас вот у нас идет это вот шизотерика... А сейчас вас пригласили в эфир в таком случае... А вот у нас тема, понимаете, шизотерика, вы вообще читали, что такое шизотерика? Это шуточное название литературы, людей, передачи семей, которые смешатся. это эфир как бы не относится ко мне, поскольку о психических заболеваниях я практически ничего не знаю и в них не разбираюсь. Да я тоже врач, не психиатр, простите. Я не психиатр. Значит, данная тема ко мне не относится. Я полагаю... Ну, хорошо, давайте, давайте я вам задам по вашей теме. Нет, я как бы хотел такие вот интересными моментами, наблюдениями и так далее поделиться, но поскольку... Ну, давайте вы со мной поделитесь, я вам задам несколько вопросов, в чем вы разбираетесь. Скажите, пожалуйста. Нет, действительно, просто там соседка, короче, у меня приготовила пирожки и пирожки там с грибами, да. Ну, а можно вам задать хотя бы два вопроса? Нет, ну вот соседка приготовила пирожки и пирожки оказались с грибами, а я вкуса не почувствовал пирожков. Я предлагаю лыжню предоставить Юрию Степановичу рыбнику, потому что... А потом у меня штаны порвались и их зашивал в месяц. Саша, пожалуйста, посмотри, дело в том, что это очень важно. Может кому-то... О, спасибо, Саша. Для меня это не хихоньки-хахоньки. Кстати, Юрий Степанович в двух словах, наше первое знакомство, к сожалению, произошло не в том ключе, которым хотелось бы. И у меня все эти месяцы надежда, что все-таки у меня появятся возможности пообщаться именно в верном ключе. Я знаю, что вы общаетесь с колоссальным количеством людей, не в состоянии упомнить всех, но все-таки Вячеслава Котлярова с города Харькова возможно вы вспомните. Я единственное, что хочу сказать... Еще как? Да, что-что? Помните нас Алмаз? Да, да, да. Помню. Вы не думайте, я вас очень хорошо помню. Благодарю вас, благодарю. Я единственное, я не хочу вас перебивать, единственное, что хочу сказать. У вас тут версия, что я проплачен. На самом деле, многие люди, которые со мной близко знакомы, они знают, что я за, скажем, свою трудовую деятельность по сути не получаю ни копейки. Это единственное, что в последнее время добрые слушатели и зрители по собственной инициативе начали присылать кое-какие-то средства. Причем бывают случаи, когда я откровенно отказываюсь. Вот мне говорят, давай я тебе помогу. Я говорю, мне деньги не нужны. Мне нужен, как говорится, хлеб, интернет, свет, все. То есть, я веду аскетический образ жизни, этим подчеркиваю, что Вячеслав Кокров не стремится к наживе. И играешь с компьютером. Хорошо. 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 Как говорится, принято это. Чтобы не... Юрий Степанович, Юрий Степанович, мы остановились на теме, что вы стали разбирать слово изотерика. Так вот, Юрий Степанович, вы сначала сказали, что изо, это постоянное, а вот на терика мы... Саша, команда специальная, исключи Бро Легиона. Потому что Бро Легион меня кикает. Бро, я тебя не кикаю. Есть специальная команда, исключите из конференции. Алло. Да, продолжите, пожалуйста. Ну вот. Значит, я с чего начинаю? Я беру советский энциклопедический словарь. И проверяю, а что в энциклопедическом словаре означает это слово и его суть. Там все расписывают. Вот я его не посмотрел даже. Не знаю, вы его смотрели. Это первое. Второе. Дальше я делю слова на слоги и словосочетания. Вот. Из. Это известные физики принятые. То есть, это означает постоянство. Терика чего? Ну, территории может быть. Тер. Может быть, еще чего-то. Ну, вот, вот такое вот постоянство территориальное территориальное или жизненное, что-нибудь вот так, можно сказать. Ну, вот. Но это еще не является окончательным, как я всегда говорю. Всегда можно найти, где и кто это придумал, это слово умевал. Вот. когда нет, вот очень важно, когда нет определения, то не знаешь, о чем и говорить. Вот если есть... раз иностранное, я правильно помню, это иностранное словечко, которое, в принципе, вот язык русов, он никак не может его разложить, чтобы понять, что же означает данный термин. Я правильно понимаю? Абсолютно верно. Это слово паразит, так сказать. Чарамут вообще, это чарамутное слово, оно искалечено из древних слов. Например, сложи или предложение. Я там сразу нахожу корень лож. И мне легко. Кстати, очень удобно, я никого не перебиваю, но я могу комментировать сейчас Юрием Степановичем. И те, кто находится в эфире, знают, что я могу комментировать его. Какие чудеса техники? Сказать. Уважаемые слушатели, зрители, вас раздражает, что я одновременно с Юрием Степановичем говорю? такого слова на руси. Ведь все это идет в запись, напишите мне, пожалуйста. Я одновременно говорю сейчас с Юрием Степановичем, да или нет? Это нормально. А когда ты переходишь на другой язык, там целая проблема. Потому что именно подмена слов и является главным паразитирующим органом нейронистического программиру. Но я, Юрий Степанович, не буду перебивать. Я вам показываю, когда умножение говорит. Вот мы берем два раза. Я говорю, а еще? И еще два раза. А еще? И еще. А что вы делаете? Берем. Вы видите, а действие умножения и суммирования оно предусматривает счет. А вы берете, или складываем, складируем, прибавляем. Я говорю, у вас нет главного. Ну, я считаю, что можно с фундамента начинать, если человек не знает, как выглядит планета, то как он может посчитать зерна в мешке. Но когда подменяют на другие слова, то смысл всего теряется. И тогда можно встюривать все, что хочешь. Поэтому я и говорю, сначала нам надо забраться, чтобы он не запрел. не понимает, что больше всего происходит. Если у вас его нету, ну, как бы, мы его сегодня с вами не разобрали. А давайте сегодня просто придумаем, что же вот у русов могло означать, что могло означать духовный фраг развитие души у человека. Я сейчас открою советский энциклопедический словарь. Был предметный разговор. А какая вероятность того, что советский словарь может быть недостоверным и искаженным? Вы видите, да? Да, спасибо большое. Отдельная история, что ему еще не так, что верить нужно. Ну, давайте посмотрим прям любопытно. Это ж могло запросто быть лженаукой, чтобы мы не попали. Давайте мы с эзотерикой разберемся хотя бы на начальной стадии. Хорошо, спасибо. Вы как на эзотерикой или эзотерика? На М. Так вот, судя по Викимедии, эзотеризм. Хорошо, хорошо. Мне просто знать, как вы, не как написано, я знаю. Я, честно, даже не знал до конца, как вы его для тебя читаете. К нам на Котлярову ФМ. Вы даже не представляете, в каком мне сейчас восторге, потому что то, что было за кулиси, я жалел, что у меня не работает запись. Но выяснилось, что всемогущий интернет, благодаря тому, что я могу дублировать свою конференцию в тех иных вопросах. Ну, пока что, Юрий Степанович, причем, участники в скаке, которые находятся, они абсолютно не слышат, то, что я говорю сейчас. и этот процесс, вы почему-то, я считаю, может быть, не знаю, что спали. Вы знаете, когда через два раза появится в интернете рыбка у Котлярова, это будет замечательно. А я же вам говорю, что в 90-х годах этого слова не было. Нет, на самом деле, мы говорим о том, что я хотел сказать, что вы... Это уже интересно. Не было, значит, оно привнесенное откуда-то или кем-то. Значит, вот если вы этим занимаетесь, откройте эту книгу, и есть ли у вас там определение. Если нет определения, то говорить вообще не о чем. Давайте я сейчас скажу. У меня тоже вот передо мной лежит книга, да, вот, чтобы очень долго не объяснять, что такое эзотерика с моей точки зрения. Вот наша, сейчас скажу, какая печатающая компания. Харьков, Белгород, 2013 год, «Клуб семейного досуга». Вы знаете, настолько счастлива. Книга называется «Книга неограниченных возможностей». «Книга неограниченных возможностей». Никто ничего в скайпе не слышит. Писатель. Я могу комментировать кого угодно. Спокойно. Вот эта книга... Иностранец, короче. Ну да, это женщина, В эксклопедии не было найдено слово эзотерика. А это что означает? Книга написана гениально, скажем так. Написана психиатром, не психиатром, извините, психологом, потому что психиатрия и психология это разные вещи. Написана психологом, но она написана так, что здесь есть тупных экспериментов. Вот. Если вы эту книгу прочитаете и проведете эксперименты, которые там показывают, ну, скажем так, это вот, конечно, эзотерика, чистая эзотерика, без всяких там, знаете, патологий, без всяких вредностей, без всякого плохого, чисто вот развлекательная эзотерика. Хотите, прочитайте, мне она очень понравилась. Значит, вот, если она развлекательная, то это не для меня. Вот в чем все дело. Но сегодня у нас... Она серьезная, она серьезная, она очень серьезная. Самое интересное, что некоторые эти эксперименты действительно, как бы, сбываются. Это как мистическое. Вы берете и проводите эксперименты на мистике. Понимаете? Делаете то, что не должно быть, но кое-что получается. Вы понимаете? Вот что интересно. Да, бывает. Нет. Если... Я не знаю, человек заместил психологию и эксперименты. Я про это и говорю. Ну вот, видите, хорошо. Значит, если это имеет место в эксперименте, это уже экспериментальное исследование. И это уже к эзотерике не относится. В этом все и суть. Потому что то же самое, как математики. Я ведь вам... Вы, наверное, смотрели мои лекции иногда хоть. Там я и говорю, чем отличается математика от счета русов. Русы считают предметы. Математика считает ничего, цифры. Цифры – это символы счета или количество. Количество – это считаем мы предметов. А количество цифр не имеет никакого значения. Если нет предметов, то мы считаем ничего. Юрий Степанович, а я не ошибусь, может, правильно использовать термин не цифры, а числа? Это именно славянское слово число, а не цифра. Или я ошибаюсь? Какое я не знаю. Давайте мы с вами будем говорить. Цифра – это символ числа. Вот мы говорим пять, вот смотрите, мы говорим пять коров. А пять – это символ количества. Пять цифра. Это символ. То есть количество пять, а записанное на бумаге – это цифра пять. Вот в чём вся разница. И мы должны это не путать. И поэтому, если мы пишем пять, то обязательно с коровой. Почему? Потому что пять коров нельзя умножить на три лопаты, и пять коров нельзя просуммировать с тремя лопатами. Всё, это несостоятельность математики. Вот, а когда мы даём наименование, то есть коровы считаем, причём обязательно считать, ну, как минимум, я говорю, равные, ну, внешне хотя бы, мы воспринимаем это как равные, тогда равенство можно вставить. А у нас вот в чём проблема, люди этого не понимают. Вот они говорят, два плюс два равно два умножить два. Я говорю, не равно это. Ну, как же? Я говорю, очень просто. Слева сумма, справа умножение, это разные знаки. Они говорят, а результат один и тот же. Я говорю, так вы и показываете, что результат равный, я не против. Тогда вы пишете, два плюс два равно четырём, ну, допустим, я добавляю коровы. И два умножить на две коровы тоже будет четыре коровы, но мы пишем четыре коровы равны четырём коровам. А не два плюс два, две коровы плюс две коровы равно четыре, два умножить на две коровы. То есть там существует разница в знаках. И равенства там быть не может. А равенство только то. Вот Ньютон так писал, F равно минус F. Я говорю, строк, стоп, ребят, это как? Не бывает, минус стоит, лишний убирайте. А мы по модулю берём. Я говорю, ну, всё, тогда вы ещё и вкуп его возведите. Вы что угодно придумываете, чтобы только не выполнять главные условия равенства. Вот и всё. Юрий Степанович, решите вопрос. Юрий Степанович, вопрос, как бы, всё-таки по эзотерике. Дело в том, что мы уже разобрались, мы находимся на стадии понимания, что термин эзотерика это иностранный термин, который нам, русам, в той или иной степени, и, возможно, в размытом состоянии находимся. В общем, можно, в принципе, нас назвать условно русами. Непонятен по факту этот термин, он абстрактный и так далее. Давайте с вами просто, я уверен, мы с вами вместе, с уровнем вашего знания, сможем, я уверен, сможем определить, что же у русов называлось, называлось то, чем называется у иностранного эзотерика. Так вот, я предлагаю следующую разницу мысли. Например, если мы послушаем лекции Данилова, то он, когда рассказывал о уровнях, подчеркиваю, уровнях развития души, он рассказывал, что есть Аз, Ведун, есть человек, Витязь, есть людина, веса, есть жить, смерть, есть нежить, дальше нелюдь, Кощей и Господь. Вот как вы считаете, вот в данной ситуации, может быть, эзотеризм у русов, это называется уровень развития души, и мы, в принципе, вот об этом должны говорить сейчас о уровнях развития души у нас. Но не так я могу, я так не могу принять и при всем моем уважении к Данилу, к Сергею. Он очень талантливый мужик, но есть такая больная ситуация, когда человек становится рабом своей идеи. Вот. Почему я всем говорю, проверяйте, проверяйте, чтобы вы не были рабами своих идей. Вы должны это доказать самому себе, в первую очередь, а потом уже всем остальным. Вот когда я говорю, вот у нас есть такой пример, о которой все сегодня говорят. У него больная душа. Есть такой термин. Скажите, пожалуйста, что-то под этим подразумевается. Ну, душевно больной, да? То есть вот об этих говорится. Да, совершенно верно. Что под этим подразумевается? У меня легионов сплывает. Вот. А на самом деле душевно больной это человек, у которого болит голова. разная там и шизофрения, и другие болезни. Вот. Поэтому, когда мне говорят о душе, о душе, я говорю, дорогие мои, душа – это ваше сознание. Если у вас нет сознания, значит, вы это называете душой. Осознание – это когда ты осознал знание природы. Вот тогда ты осознанно живешь в этом мире. Сегодня все живут неосознанно. Ну, прошу пардон за некоторым исключением. То есть наши люди, некоторые понимают, что они живут в рабовладельском строе, что страна наша колонизирована евроуголовниками и продолжает сионизацию страны с Петра Первого. Юрий Степанович, а как вы относитесь к термину, вот я ввожу новый термин, что стран мира не существует, существуют концлагеря. То есть мы живем каждый в концлагере. Абсолютно точно. Можете не сомневаться. Другой вопрос, что, как это говорят, вот я объясняю всем, страна наша разделена на зоны. Сегодня ее разделили на регионы, а раньше она делилась на зоны. И первая зона была, когда ты не выходишь за границу никуда. Вторая зона, когда ты на вольных поселениях. Третья зона, когда тебе дают ксиву, и ты можешь куда-то выезжать. Четвертая зона, это те, кто может выезжать и за рубеж. А есть люди, которые выезжают, когда хотят. Потому что у них есть деньги. Вот это как раз и то, о чем я говорю. Это рабство, которое всем впендюрили с помощью липовых бумажных денег. С помощью этих бумажных денег и их количества определили зависимость в этом концлагере. И все. И никаких чудес в природе не бывает. Это реальность, которую мы имеем в виду. А сегодня уже беда в душах заключается в том, что головы настолько больны, что мужики не хотят себя идентифицировать, что он мужик. Он может перешить половые органы. Это трагедия. Извините, что вас перебиваю. Кстати, в концлагере Украина под названием концлагерь Украина в Конституции прописано, что для человеков и граждан, то есть в самой Конституции оказывается есть деление, то есть есть законы для человеков, для людыны и для граждан. То есть вот так это интересно прописали. Не сталкивались вы с таким? Сталкивались на гражданин это раб. Да. И вот здесь... Сейчас, Вячеслав, извините секундочку, я просто как раз по терминологии варна, если распределить, распосмотреть по структуре, то людина ниже человека. И получается действительно, тот, кто писал Конституцию Украины, он знал, что есть варна, да, у нас, у русских, есть там Аза, Ведун, есть человек, Витис, есть людина, веса. То есть получается, страна Украина это страна для человеков и людей. Не для жити, не для нежити, не для нелюдей, не для кощей, не для азов. Ну это условности. Я хочу, кстати, это Денис, если я не ошибаюсь. Я проводил, как говорится, свои наблюдения и выяснил пять лет назад, что колода карт как раз показывают варны. То есть идет первый аз, туз, это человек, это бог в земном воплощении. Потом король идет, человек, потом идет дама людина, потом идет валет, смерть, он же жить. Потом идет десятка нежить, нелюдь, там бес, кощей и господин. Шестерка. Кощей. Можно, конечно, показывают, да, пожалуйста, Юрий Степанович. Можно, конечно, и так увязать это с картами. Но я бы этого делать не стал никогда. Почему? Потому что это абсолютно несоответствие. Вот даже есть такой Савельев, который рассказывает о мозге человека, то есть о его душе на самом-то деле. Мозг человека это его душа. Он живет, пока работает мозг. Если 15 минут мозг не окисляет, а не окисляется кислородом, то человек вернуть к жизни нельзя. То есть из него вышла душа. Ну, вот такое практическое слово душа или души. когда говорят задушили, ну, то как раз перекрыли клапаны и кислород не поступает. Вот. Это первое. Теперь можно ли говорить о картах? Нельзя, потому что карты это абсолютно не тот фактор. Так же, как Савельев говорит, мыши. Он исследовал мозги мышей и говорит, вот их можно так-то, так-то приручить, его вообще можно переделывать. Я и говорю, у Савельева мышиные мозги. Он с мышами работал и он может говорить о мышах. Сергей Васильевич Савельев, чтобы было понятно, правильно? Да, да. Но не о людских мозгах. Людские мозги постоянно уродуют. И вот в одной из передач у меня было с этим с Бояршиновым в науке меня пытались там посадить немножко, но получил все наоборот. они сами попали в ловушку. Не знаю, насколько я подготовлен к любой беседе. Вот. И там совершенно четко проглядывается. Он мне говорит, Юрий Степанович, может это заговор? Я говорю, я не знаю, кто как считает. Ну, может быть, это я говорю, ну, давайте мы сейчас будем рассматривать наши лекционные вопросы. Таблицу умножения, периодическую систему, ну, и прочее, прочее. Вот. Я говорю, а говорить о том, кто заговорщик, я говорю, не имеет смысла, потому что мы точно не скажем, а можем только назвать участников. Я говорю, вот, например, Греф открытым текстом сказал, что, ну, это в этом ютубе все есть, он прямо открытым текстом говорит, если народ поумнеет, с ним справиться нельзя, поэтому наша задача не дать ему поумнеть. вот правительство Медведева и под руководством Путин объявило, что им умные люди в России не нужны. Так они духаи, они сами под управлением находятся, им приказы отдают. Одну секундочку, меня это не волнует, кто чего, под кем. Он объявляет следующее, там у него голодец, по-моему, не знаю точно, врать не буду. Вот. Она сказала, мы посчитали, они посчитали, что им достаточно 35% грамотных людей. Приехали, вот вам еврофашизм в чистом виде. Они посчитали, остальные не должны быть грамотными и умными, остальные должны быть официальными, это и государственная политика. Между прочим, голодец, она же министр здравоохранения была, между прочим, правильно же? Да, я считаю преступников обсуждать. Я про это же и говорю. Нет, мы говорим о другом, о той логике нашего государства, которую мы называем. То есть, понимаете, они считают, вот теперь очень важно, что они государство, не мы с вами. И они определяют, кого учить, кого не учить. Они развалили экономику, они развалили обрезование, они развалили все. Правильно, для них это поставили их для этого. Юрий Степанович, разрешите воспользоваться возможностью. Две минуты, хочу озвучить свои мысли, я хочу, чтобы вы их услышали, и если вы не согласитесь, ничего страшного. Мне просто очень хочется поделиться с вами. Я много проводил исследований, наблюдений, и выяснил, что флаги мира придумаются сознательно, и флаги мира это своего рода как погоны в армии, то есть, любой, скажем, может посмотреть на погоны и определить генерал, рядовой, сержант и так далее. А перевернул флаг и стал генералом. Разрешите, дайте буквально две минуты вложусь, постараюсь, я не хочу перебывать Юрия Степановича. Значит, смотрите, самый сильный флаг нашей планеты находится в Ватикане, больше таких флагов не существует. Это бело-желтый флаг, на нем еще ключи изображены. Вторые два флага по силе идут, это черно-желтый-красный, это Бельгия и Германия, один горизонтально, другой вертикально. Третий по силе флаги идут, это сателлиты, красно-белые флаги, это Англия, Польша, Турция, Канада, Япония, Исландия, по-моему, или Ирландия, сейчас это не принципиально, Швейцария еще красно-белый флаг. Исландия вышла из этой банды. Да, потом идет флаг, я его ставлю в сторонку, красно-желтый, это был у Советского Союза, сейчас такой флаг у Китая и есть у Вьетнама. Эти желто-красные флаги отвечают за то, чтобы на нашей планете за производство тех или иных моментов. Потом, есть флаги курорты, бело-зелено-красный, это Мексика, Италия, Белоруссия, это места-заповедники, где, как говорится, наши оккупанты, оккупанты, я имею в виду тех, кто вторглись к нам к Руссу, начинают нас уничтожать. Да, 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 вот, это места-заповедники, приведу пример на Грузии, до того, как она напала на Осетию, у нее был флаг точно такой же расцветкой, как у нацистской Германии, бело-черно-красный, проверяйте, у нацистской Германии был точно такой же флаг, после того, как Грузия провела боевые действия, мировое правительство им присудила флаг красно-белый и сделала их своими сателлитами. Дальше, идут флаги бело-красно-синий, таких флагов огромное количество, это США, концлагерь, концлагерь Россия, концлагерь Франции и ряд других флагов, стран. Есть расцветка желто-блокытный или синий-желтый, это концлагеря, где будет проведена в ближайшее время замена населения. Такие флаги, вообще, я насчитал 9 стран, концлагерей, но их значительно больше, в том числе и Казахстан, и Украина, это означает, что в ближайшее время население Украины будет уничтожено или вытеснено любыми способами, военными действиями, голодом, холодом, и заменено, как много веков назад, на другое население. Ну, в принципе, пока все, Юрий Степанович, передаю вам слово. Ну, что я могу сказать? С этим можно согласиться, но я бы тоже так не стал, хотя это имеет место быть, то есть не случайно каждый знак имеет свою роль. Дело все в том, что на Руси-то знак был червоный, темно-красный или такой, вот, и зеленый, два цвета. Это символ Земли и символ Солнца. Ну, потихонечку его и все подменяли. Ну, а классический пример красно-синий-белый, это торговый флаг во всех странах мира, вот, и если вы вспомните фильм, как Сталин отдал этому Власову две армии, он первую сдал и вторую сдал, но когда он стал в Германии создавать эту против советскую армию из этих... Освободительную армию, Руана называл. Да, да, из военнопленных. Вот, она была как раз имела тот флаг, то есть предатели Руси в виде Советского Союза уже заранее этот флаг создавал в Германии. И вот он открытым текстом там говорит, скоро, очень скоро этот флаг будет висеть на Кремле. Ну, ему не удалось дожить, но флаг, который готовила в Германии вот эта шайка Власова, халуя-сиониста, вот оно сегодня стоит у нас как государственный символ. Вот и все. Никаких чудес не бывает. То есть все флаги запланированно навешиваются на каждую страну. С этим я соглашаюсь. А можно задать такой вопрос? А почему вот тот же самый Германия, тот же Гиллер, создали, скажем так, Гитлера, это такого руководителя, и почему он уничтожал, например, евреев? Он не уничтожал евреев. Это совершенно верно. Это ложь. Он не уничтожал. Давай так. Это называется средство массовой иудизации, когда вам голову запудрили, что Гитлер убивал евреев. Ну, во-первых, еврей Шикельгрубер, он же Гитлер. И если еврей воюет против своих родных, это так всегда говорят их разборка. Но главное другое. Гитлер уничтожал только неполноценных евреев, больных нагло, инвалидов таких самых-самых. Почему? Потому что читайте ихнюю науку, где написано это отработанный материал или высохшие сучья. Их надо обрубать. Вот Гитлер выполнял такую функцию согласно еврейской иудологии. То есть евреи поклоняются иудизму? Конечно, иудаизму. Ну, иудаизму. Сейчас еще можно по моменту. Алина. Но выходит, что поклоняются иуде, так? Ну, у себя в Иерусалиме или где в Израиле строят храмы для поклонников Христа, правильно? То есть делают на них деньги. Я правильно поняла? То есть бизнесмены такие крутые, блин. Правильно я поняла? Евреи. Иудаизм строит у себя в стране христианские правы. Мы неправильно называем евреи, на самом деле это мерды. Используйте слова, о которых я в свое время дал расшифровку. Вот вы говорите бизнесмен. Бизнес означает переводить на русский язык. База интеллектуального зомбирования народов евросистемы. Вот и все. какие продвинутые. Сами поклоняются Иуде, а строят храмы для паломников христиан, для того, чтобы они молились на Христа, который по национальности кто он там у нас палестинец, значит он мусульман. это Радамир, он принадлежал к русам. Иисус Христос был русичем. Подождите, кто он у вас по национальности? Он палестинец, вот недавно по телевизору рассказывал, что оказывается. Иисус Христос это палестинец, а значит мусульманин. Это был русич Радамир. Да, Иисус Христос. Давай так, не будем спорить, русичем он никогда не был, потому что на Руси и Иисусов не было. Он был мусульманином. Вот, у него были всегда другие имена, на Руси другие имена. Это первое, чтобы не путали. Второе, он родился в Палестине или там где-то еще. Может быть, я допускаю. Но ведь и у нас Чубайсы рождаются. Поэтому Гайдар и Чубайсы это несовместимые понятия. Другое дело, вот я рассказываю, вот вы посмотрите внимательно, Гайдар сам рикет этого врага Руси. И тот враг Руси был. Они уничтожали Русь в виде России и создавали в виде союза сионских социальных разрушителей СССР. Уничтожали все. Уничтожали крестьянство, уничтожали хозяйство, уничтожали землю. Они все уничтожали. И строили коммунизм для Гайдара младшего. А его внук уничтожает коммунизм и строит опять капитализм. Вот теперь главный вопрос. Зачем? Они это делают. А делается очень все просто. Тогда были хозяева на земле русы. И они не зависели от шайки правительственной. У них была земля, они всегда сами себя прокормили, особенно те, которых сионисты обозвали кулаками. Они все достойные люди были в жизни. Но они не подчинялись власти, поэтому они подлежали истреблению. Середники подлежали истреблению. Почему? Потому что они не подчинялись власти. Бедняки, которые не подчинялись власти. Главное было оторвать людей от земли. И вот для этого строилась так называемая техническая политика. Людей сорвать с земли и затащить в города на предприятии. Это совершенно четко. А сегодня сожгли все заводы или продали которые не работают. Человеку вернуться некуда. Он бомж. И это разработанная программа еще давно. И она продолжает работать. Сегодня не знаешь английский язык, тебя на работу не принимают. Если тебе 40 лет, тебя на работу уже не принимают, это политика уничтожения коренного населения русов. Я не знаю иностранный язык, а работаю в иностранной компании. Ну, что вы говорите, ерунду. Ну, вот, видите, это не ерунда. В Москве платят 30% на бабку, если ты знаешь английский язык. Вот, видите, поэтому это не ерунда. Другой вопрос, что там не хватает еще, и вас поэтому берут до поры зарабатывали, а теперь 40 лет не берут. 40 лет, парень, 41 год, все, вы переросли. Поэтому надо все время думать, о чем вы говорите, и что является реальным на самом деле. Сегодня работу нам дают Прохоровы, как он заявил. Я им работу даю, что я не должен заботиться, пусть радуются, что я им хоть работу даю. Этот бандюган ограбил страну на 17 миллиардов, а потом говорят, что у меня работают. Понимаете, надо же вещи понимать правильно, откуда они вдруг явились такие работодатели. Они нас уничтожают, Юрий Степанович, у них конкретная задача уничтожить белорусовых, то есть русов. Ну вот, а теперь про белорусов. Мне вопрос к Котлерову, пожалуйста, к Котлерову. Скажи, пожалуйста, а вот евреи в Одессе кому поклоняются, Иуде или Христу? Ведь они построили при СССР самую великую духовную семинарию высшего уровня. Вот сейчас ученики этой семинарии рулят у нас в России. Вот кому поклоняются евреи в Одессе? Ну, может, Юрий Степанович, пожалуйста. Отвечу. Ну что, Юрий Степанович, ты расскажи. Ну, Юрий Степанович ходит, я знаю. Давай так, это очень все просто. У меня есть небольшой выров из лекции в Хоральной Синагоге города Питера. Там прям четко, черным, по белому, как говорится, сидят эти умы сионизма и говорят. И христианство, и ислам придумали мы. Они разработали, свое дело уже отработали, поэтому мы их будем скоро закрывать. Поэтому вы должны переходить на одну единую иудейскую религию. Почему? Потому что христианство и ислам являются ветвью иудаизма. Поэтому им разрешалось делать все для того, чтобы задурить народ. И они это делали, чтобы вы на определенный период поддерживали их. Вот я всем показывал, у нас в Москве выходила газета дважды два, двойки спиной друг к другу. И там нам показано было, что первая двойка в черном делает белое, как только она достигает власти, она переворачивается и в белом делает черное. Вот это все, это система, это Пурим. Вот они, знаете, когда они выходят на праздники Пурима, они зашивают себе рот наполовину, они одевают костюм половинный. Для чего? Только для того, чтобы половину для дураков была светлая, а то, что у них в голове черное, никогда никому не познать. Вот поэтому у вас эти проблемы. Тут такая ситуация, Галина, я могу ответить на ваш вопрос, просто Юрий Степанович не задавала, но я переживаю, что мой ответ может не понравиться Юрию Степановичу, и он эмоционально... Говори, говори, мне все ответы нравятся. Во-первых, давайте вот насчет мердов, я предпочитаю их не евреями называть, евреи это совсем другое, Ев это первый, Рей это флаг или парус, то есть они взяли у нас все хорошее и себе забрали, а нам отдали все плохое, давайте вначале темологически разберем, что такое, Юрий Степанович, две секунды, я знаю, вы чемпион мира по лекциям, но мне хочется немножко втручиться, будь ласка, смотрите, давайте разберем это, господин, го, дело в том, что на древнеславянском языке это означало скотина, отсюда мы не говорим коровятина, мы говорим говядина, кстати, карнавал переводится прощай говядина, то есть это начинается пост, идем дальше, го, они нас называют гои, специально скот, идем дальше, государство, это территория для выпаса скота, государь, тот кто управляет скотом, господин, откройте словарь далее, 250 тысяч слов, спот это дерьмо, го, дерьмо скота, господин на язык, речь русов означает, господин это то, что вывалится из скотины, или по-простому дерьмо скота, вот, поэтому, ну все понятно, я ничего не против этого не имею, нормально все, можно я добавлю, извините, можно я добавлю секундочку, как раз по варнам, господь, это самый низший уровень развития души, мозга, мозга, мозг может развиваться, поэтому представьте, что вкладывают люди, навязывая нам друг друга называть господа, конечно, конечно, мы все время и говорим, что нам навязывают, поэтому я всем говорю, создавайте вокруг себя пространство, и говорите на родном языке, объединяйтесь в роды, потому что, когда вот вы уже сейчас говорите, украинцы, и вот с одним человеком я говорил, с Украиной, он там генерал и себя строит, я ему говорю, скажи, пожалуйста, ты давно украинец-то? Он даже не знает, я говорю, а ты знаешь, когда Украину создали? И кто создал? Создало его временное правительство Николая Второго, и вот что очень важно, курво-коммунисты уничтожили временное правительство, а задачу отделить русов и назвать их украинцем они сохранили, а там прям приказ есть временного правительства, вот эту территорию, обозвать Украиной, она была Украина, Руси, а до Петра Первого она была Русью, и никакой другой. Вот этого обозвали украинцев и начали им впендюривать в мозги, что они совсем другой народ. Вот мне впендюрить, что я россиянин, ну невозможно. Я им говорю, вы что, ребята, у вас в голове что-нибудь есть? И вот если бы мои лекции смотрели, я им говорю, вот обратите внимание, что какой-то козел назвал вашу страну не Украиной, а Парашей. И тогда Порошенко не было, я еще не знал, что так получится. Вот это было до него. Вот я говорю, Парашей, тогда вы кто? Тогда вы Парашники. Ну я, извините, я приводил этот пример, то есть изолировали людей в тайге, а потом им сказали, вы будете там говно, а потом они гордятся. Мы говно, то есть они, мы по национальности говно. То есть им внушили, то есть русичи отделили отдельно на территории, сделали маленькое государство и внушили, что им, у них национальность это... Ну, дело в том, что несмотря на то, что я территориально проживаю в городе Харькове, я все-таки озвучиваю те вещи, которые у нас не приняты. И я тем не менее скажу, современная Российская Федерация ничем не отличается от Украины. Это такой же концлагерь. Ты правильно, потому что Майдан был проведен не на Украине первым, а был проведен в Москве в девяносто первом году. Вот в чем вся проблема. Алло. Да, 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 да. Ну, это классика жанра. То есть стравлюют белых и красных, садят снайперов и, как говорится, и в тех и тех стреляют. Извините, по поводу первостепенности, извините, не могу не удержаться. Давайте вспоминать Кровавое Воскресенье. А там также были снайперы, ребята. Давайте не забывать это, что они сидели на деревьях и также расстреливали. Можно уточнить Кровавое Воскресенье. Какое это имеется событие, трагедия какая? Я знаю, что в Советском Союзе первые снайперы появились в Прибалтике. Когда концлагерь в Советский Союз разрезали на части, разрывали, то есть первые волнения начали в Прибалтийских странах происходить. Вот я еще, как бы не хочется к старым темам возвращаться. Вот была, назовем условно, Российская империя. На территории этой Российской империи создали 15 вымышленных республик. Умница! Да, вымышленных, абсолютно вымышленных. Нет, вымышленных, вот послушай меня, а запланированных. Причем их обозвали нации анальными. Заведомо предать им роль пидорасов. То есть это не ошибки. Это целенаправленные действия унизить народ и вернуть его к состоянию педофилии, пидорастии. Да господи, да что ж вы ерунду говорите. Когда появилось только люди стали узнавать, что такое как называется наркомания. Слово даже наркомания, наркоман было известно только в узких кругах. Какая там педофилия или еще что такое. Педофилию знали только те, кто сидел в тюрьме. Алина, Алина, вы знаете, что в таких странах европейских сейчас это продвигают педофилии? В европейских, да. Пытаются узаконить педофилию, вы знаете? Не могли что-то. Дайте, я тебе отвечу. Девушка, вы прослушали. Почему я прослушала? Подождите. 15-20 минут назад мы разобрали, что наша страна тюрьма и разделена на зоны. Вы сейчас мне доказываете, что это было в тюрьме. А мы живем в тюрьме. Вы этого не хотите понять. Только тюрьма по разным зонам. Вот и все. Согласен. Настоящая конституция у нас, конституция Торы. Конечно. Потому что у нас император был так сказать возглавлен и принял этот титул. А император первый. Вот теперь смотрите, а император по-русски читается Иуда, масонский, Пер, Торы. Ну, что вы какие-то непонятливые? Это же очевидно. Вы просто не понимаете, что в Советском Союзе слово тоже понятие наркоманов, ну, почти что не было. Педофилов, ну, почти что не было. Так что большинство населения этого даже не знало. Ну, что вы ерунду говорите, что везде педофиле было. Счастье наскрывали. А замужеложество садили? То есть по-современному... Какие вы молодцы. Вот я с вами... Знаете, что... Нет, подождите, давайте я вам скажу насчет наркомании. Я кое-что знаю. Раньше наркотики были у каждой медсестры в руках и никаких там... Ну, в смысле, в сейфе было же. И медсестре говорили, она брала и шла, это, колола по указанию врача, который написан в истории. Никаких там сейфов, никаких дополнительных там, как называется, подписей не собиралось. Сейчас же уже создали, что там нарко... Как называется, блин? Целую медицинскую структуру, которая ходит и выискивает у кого-то, там ловит, там захватывает. Раньше эти наркотики были свободны у медсестры в руках, ну, и никакой наркомании не было. Сейчас, блин, все под контролем, под замками и удержать ничего не могут. Ну, хватит говорить, а? Вот в этом вся и беда, что... Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в каком году началось насильственное внедрение в сознание русов наркотиков? В Советском Союзе. В 91-м. Какой? В 91-м или 85-м? Дорогие вы мои! В 91-м начало массово расти, резко поднялся... Сейчас не в 91-м. В середине... В конце 90-х начало резко подниматься количество людей, употребляющих наркотики. Это в конце 90-х. А до этого был всего лишь один врач, который занимался вопросами наркомании. На всю область. Теперь послушайте меня. Я прожил 72 года. И когда мне было 16-15 лет, у нас в Москве уже торговали анаша травка, как ее называют, и прочими дураками для молодежи. И потихонечку эту проблему расширяли. Для вида боролись, для вида подчеркиваю, что якобы они все борются, кричат. А в действительности все покрывалось определенными лицами, чтобы наркомания была и распространялась в нашей стране. Это было, когда мне было 15-16 лет. А в 91-м году к власти пришли наркоманы, наркобароны, педики. Знаете, что первый, кто оказался в республике тогда Советского Союза, это был кто там, зять Брежнева. Вот оттуда началось все. Он был да, да, вот в том-то и дело. Он был там самый главный. А потом и оттуда пошли все наркотики. Пошли в начале высшие слои, начали скалывать высшие слои. И чтобы это все как-то прекратить, чтобы весь этот напор не попер в Россию и не захватил это все. Устроили афганскую войну, чтобы всех вот этих узбеков, таджиков и всех остальных направить в Афганистан. Афганистан стал той самой страной, куда всю эту наркоманию, которых с детства чем-то маковым молоком поили, это еще в газетах писали, в газетах в открытую писали, чтобы они не кинулись на Россию, их направили туда, в Афганистан. Афганистан устроили наши российские спецслужбы, чтобы вывести туда всех тех, кто с детства в наших советских республиках употреблял наркотики с малолетства. Послушайте теперь меня. Калина, единственная просьба, не надрывайте себя, пожалуйста, так, мы вас спокойно слушаем, говорите спокойно, не надрывайте голос. Извините, пожалуйста. Вопрос простой. Значит, вот уважаемая Галина, она говорит, в газете писали, а это средство массовой идиозации, иудизации. Поймите вы меня, что там пишут только для дураков. Да почему? Вот вы скажите, вот при Советском Союзе, где собирали эти хлопья, как они называются, из чего хлопок, 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 где собирали? Вот чтобы ребенок, вот у них деньги мешками были, мешками, чтобы ребенок с детства новорожденный не кричал, не мешал собирать этот хлопок, его поили маковым молоком, чтобы он заснул. Это вам так рассказали? Да какое рассказали, это я читала лично сама в газете, сама лично в газете писала, еще тогда Галина, такое ощущение, что вы с другой планеты, мы вот с вами общаемся, мы немножко шокированы от ваших знаний. Галина, кто против этого? Книги надо было читать, там уже с детства и газеты выписывать в советское время. Там уже с детства с пеленок растили наркоманов, об этом я тебе и говорю, об этом я тебе и говорю. Там целая нация была, всех этих республик, с рождения наркоманы уже были. Галина, не доминируйте, пожалуйста, зрители волнуются, просят, чтобы Юрий Степанович говорил. Вы поймите, что вы мне доказываете, когда для этого и создана была национальная республика Таджикистан, национальная республика Казахстан, национальная республика Киргизстан и так далее. У них там наркотиков в море. Поэтому их надо было и для того и подсоединить к нашей стране, чтобы использовать уничтожение русского народа. Вы возьмите распределение бюджета. Бюджет в первую очередь куда шел? Страны, так называемые нации, анальные республики. Потом шел в автономии по вкладу. А прибыль давала только одна республика, где работали русы. И им ничего не давали для того, чтобы им не давать, им не дали ни государства, ни земли. А наркотики, пожалуйста, оттуда принимайте. Вот где проблема. Вы никак не хотите понять, почему эта шайка еврокоммунистов, уголовников, сионистов не создала государство 85% русов. Мы юдически, юдически, мы не в Советском Союзе, ни в Конституции не были. Не в РФ, нас нету. Там есть кто угодно, но только русов нету. А вы спорите по мелочам. Да, кстати, Юрий Степанович, 120 человек сейчас нас смотрят. Денис, извини, пожалуйста, очень технический вопрос. 121 человек внимательно изучают то, что происходит. То есть, Юрий Степанович, это не приватная беседа, это пойдет в запись и как бы все мысли и в эфире там люди все изучают. Да, Денис, пожалуйста, извини. Я закрою тему по поводу постановочных и оранжевых революций. Я все-таки настаиваю на том, что Кровавое Воскресенье было у нас, это как пример одного из искусственных и первейших процессов под названием искусственность революций, оранжевая революция. А более подробно я в конфу кинул вам ссылку, значит, пожалуйста, посмотрите, называется Кровавое Воскресенье, история России 20 века, 20 как 2х пишется. Вот, пожалуйста, посмотрите, там рассказывалось о том, что были снайперы, которые спровоцировали, так сказать, выстрелы ответные, так сказать, царских полицейских. Поэтому, пожалуйста, изучаем нашу историю. Дорогие вы мои, я не против того, что вы сейчас сказали. Я вам просто приведу пример. По-другому сионизм не захватывал территории. Им нужно было захватить, развязать войну. Развязали. Каким путем? Провокационно. Надо было поднять революцию. Каким путем? Революционно. Появились так называемые бомбардиры. Бланки, Ульяновы, которые бомбили все, что могли. Их, как уголовников, чтобы не сажали. Называли революционерами. Сегодня таких же бандюков называют алигах. Называют бизнесмен. Они все уголовники. Они не могут нормально жить. Им нужно грабить, убивать, обманывать и насиловать. У всех. Вы проверьте. Теперь дальше. Как развязалась война с Германией? Еврей уничтожил посла. Гражданская была война с Германией. Как началась война с Гитлером? Значит, Сталин разоружил нашу армию в 41-м году перед войной за три дня. Приказано было отобрать у всех винтовки. Даже винтовки. Вот какие винтовки? Тогда винтовка была одна на 20 на 10 человек. Я тоже это читала в газете. Там все были на лошадях. Алена, у вас все знания с газеты получаются. Алена, вы читаете? Да. У меня отец воевал. Разные вещи. Вы читаете и продолжаете читать. Вам чего напишут? Вот. Поэтому не спорю с вами то, что вы читали. А дальше Сталин сгруппировал армию нашу на малом плацдарме. А в чем было предоставлено документы Гитлеру? И он уже за неделю, а может и больше, выдал летчикам карты, где находятся наши войска. И каждый летчик в Германии изучал время полета, секунды полета, видимые территории и так далее, к тому, что ему лично, ему лично, каждому летчику бомбить. Об этом русские сокрытые разведчики сообщили, тогда был КГБ наш при Сталине который, и ему докладывает, этот начальник КГБ докладывает Сталину, что я получил сведения о том, что война будет 22-го 4-го часа, что сегодня у всех немцев карты на руках у летчиков, самолеты уже заправлены, бомбы уже подвешены, и что вот такого-то, а он говорит, это повокация, это не информатор, это дезинформатор, и если вы вспомните, что за панику по приказу Сталина расстреляли более 300 честных людей, которые пытались ему доказать, что война будет неизбежна, потому что у них есть факты, их всех расстреляли, теперь вопрос, война была, почему Сталин до сих пор не расстрелян, он же провокатор, он же уголовник, и три дня издал указ не отстреливаться, чтобы якобы не подумали, что Россия, Советский Союз напал на Германию, за это время было уничтожено более 70% техники и живой силы, вот как, кто такой Сталин, дальше добавлю, и Ельцин, и Сталин однозначно создавали государство, вот последняя была передача, это организация государства, Ельцин, розчерком пера, создал немецкую республику, там, недалеко от Астрахани, Астрахани, но русского государства ни одного метра нет, вы поймите, где вы живете, вы живете во власть убийц, государство русов, Юрий Степанович, я нашел, а дальше, слушайте меня, а дальше, 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 это мелочи, это реализация этого процесса, вот и все, Юрий Степанович, дозвольте слово ляпнутый, я нашел древние карты, вот интересно, я просто всем пытаюсь объяснить, что русичий и русский, это вообще два разных понятия, это два разных народности, нет, нет, смотрите, две секунды, есть карта, написано, империя русов и российская империя, империя русов, карта более древнее, причем там уникальная карта, может у меня не получается в эфире ее показать, так вот, даже русский генерал или генерал русов, это тоже понятие, русские, это те, кто живут рядом с русами, приобретают их речь, менталитет, привычки, ну вы не согласны, вы предполагаете, Юрий Степанович, что русские и русы, это одного поля ягоды, это одно и то же, нет, нет, вы понимаете, что вы спутали, ну во-первых, русы, так, не имели слов прилагательных, они всегда разговаривают, девушка, красавица, не красивая, а красавица, мужчина, добр, молодец, слово прилагательное придумали иудеи, и вот, когда они хотели извратить русов, коренных жителей, как имя существительное, и было придумано прилагательное, русские, а теперь, вот этот Сианист Шапир, он же Соловьев, он говорит, русские, это мы все, русские евреи, русские татары, русские армяне, русские грузины, а русов никогда не было, поймите, ну конечно, но вот русы, русины, русичи, это русские, русаки, белорусы, малорусы, это все уже малорусов или росов делала Екатерина из русов, и белорусов она отделила, и малорусов отделила Украину, поймите вы, это все иудейское деление нас, и поэтому, например, Матвиенко заявила, мы не можем ввести войска, потому что Украина другое государство, стоп, а кто его сделал-то другим, три уголовника, Ельцин, уголовник сионист, Шушкевич, уголовник сионист, и Кравчук, уголовник сионист, евроуголовники, все три, а теперь я не могу защищать своих родных, вы поймите, как все просто, достаточно написать, что ты украинец, и у тебя уже стык, вот я показываю. А я предлагаю, чтобы мы называли друг друга человеками, и когда выяснится, что на Украине человеки проживают, и в России, тогда скажут, пойди человека убей, а когда говорят, пойди убей поляк белоруса, тогда идут убивать, поэтому называйте друг друга человеками, ну вот, теперь послушай меня, ты задумывался над словом человек? Чело выдано навек, в седьмом классе я сидел на уроке русской литературы. А теперь век, что такое? Ну, вообще, как бы, по официальной науке 100 лет, а по неофициальной 144 лета. Ну вот, а в реальности сегодня это всемирный еврейский конгресс, вот в голове у тебя всемирный еврейский конгресс, вот от того ты и человек. Предположительно. Юрий Степанович, не предположительно, потому что Америке продали, как бы продали русскую Америку навек, и поэтому не подлежит возврату, потому что продана она не кому-то, а всемирно еврейскому конгрессу. Вот и все. Так, господа, у меня тут эфир с багами идет, поэтому я его заканчиваю. Запись трансляции, наверное, будет на канале. Если вы хотите продолжить, то вы можете созвониться сами. Благодарю всех, кто участвовал, зрителей тоже. Увидимся в будущих выпусках. Сегодня из-за технических накладок зрители не смогли поучаствовать в чате, потому что YouTube дико глючит. Я не знаю, что происходит. Саш, извини, маленький тех момент. Даже если ты выйдешь, мы сможем продолжать вещать. YouTube позволяет нам... Ну, ты знаешь, этот же момент? Да, в таком случае всем до связи. Спасибо, Саш. Это все все равно идет в запись. Смотрите, тех момент. Сейчас организатор эфира нас покидает, но чудеса техники позволяют 126 человек по-прежнему в прямой трансляции, в онлайне слушать Юрия Степановича. Вот. Все это пишется. Любой человек может задать вопрос, но неизвестно, зачитает его или нет. Пользуясь как бы возможностью человека, которого есть свой канал, который называется Котляровый ФМ, значит, Юрий Степанович, два месяца назад, 28 числа прошлого года в конце, был запущен уникальный проект на нашей планете. Эфир без конца. То есть, здесь 24 часа он идет в сутки. То есть, любой человек, РУС, может прийти, и не только РУС, в нашу конференцию и высказать свои мысли. Я постарался сделать все благодаря уважаемым слушателям и зрителям, чтобы эфир не прерывался. Это уникальный проект, аналогов нету. Вот сейчас добавился эрудированный человек, зовут его Роман, он мой земляк. Роман, предположительно, хочет, ну, не знаю, Ром, как сказать, Юрию Степановичу, либо задать вопросы, либо, либо... Задать, задать. Я уверен, что Юрий Степанович ведущий в этом вопросе, и только я у него могу проконсультироваться. К сожалению, только у него. Или к счастью. Готов. Юрий Степанович, я с вами переписывался много, скажем так, несколько лет назад. Это года 2-3. Вы мне скидывали свои наработки, ну, и в дальнейшем я просматривал все ваши видео, которые выставляли. Суть вопроса такая. В одном из видео прошла такая информация, что вы принимали то ли диссертацию, я, честно говоря, уже не помню, у Акимова. И вот я бы хотел бы... Нет, нет, нет. Не, 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 ну, то есть вы встречались с этой работой. Акимов, да, встречался, и его помощником Шиповым. Я даже... Да, да, да. Если этот вопрос интересует, расскажу подробно. Да, вот, тут смотрите, давайте тогда, чтобы такой вот кусочек мне интересует, и многих тоже, я думаю, слушателей интересуют. Многие слышали про так называемые торсионные технологии. Объясните вот простой принцип, вот как у них это получалось, то есть как они включали просто эту систему на обычной физике, которую вы прекрасно... Вы заметили, что этот проект финансировался? Нет, я не курс. Вот я вам скажу, Акимов, он генерал КГБ, знаете, да? Шипов. Нет. Шипов, он сотрудник сейчас университета, Геннадий Иванович. А в свое время, я уже буду кандидатом наук, меня пригласили в одну, как бы, не обидеть их, контору под названием Академия новомышления. Руководил ею тоже известный человек, который сегодня пытается тоже так же извращать все знания, как и Академию наук. И он, значит, предложил мне быть в Совете этой Академии. И там, в этой Академии, начали присваивать диссертации, а я был членом диссертационного совета вот этого Академии. И там как раз шел наш друг Геннадий Иванович Шипов. Но до того, как ему присвоить звание академика, я интересовался, на его лекции ходил. На большие лекции ему все представлялось. У нас тут есть институт управления, Академия наук, есть другие университеты. Ему все представлялось, мне нет. Но я на все лекции ходил. И вот везде я ему задавал такие вопросы, на которые он не мог даже ответить. Вот я ему говорю, он говорит, мы занимаемся теорией физического вакуума. Так очень хорошо. Дайте ему определение. Он терпит. Это говорит Бог. Я говорю, все, спасибо, до свидания. Он говорит, у нас есть торсионные поля. Я говорю, вы откуда взяли слово торсионные поля? Это английское слово. Я открываю ему словарь. Там написано торсион поле. Какое это отношение имеет? Торсионные. А для этого его специально перевели, что это торсионные поля. Вот за это его финансировали. И они продвигали это. Третий вопрос, технический. Я ему говорю, Геннадий Иванович, вот вы говорите, что у вас есть некий генератор торсионных полей. Да? Ну, давайте сразу начнем. Из чего он изготовлен? Он говорит, как, из материала. Я говорю, из какого? Ну, из металлического. Я говорю, а из диэлектрического? Ну, можно из диэлектрического. Я говорю, хорошо. Дальше идем. Он имеет форму конуса? Да. Очень хорошо. Он у вас вращается? Да. Я говорю, вот видите, как все просто. Оказывается, я знал про ваш генератор раньше, чем вы это сделали. Теперь главный вопрос. Вы говорите, что нельзя объяснить вот эти поля. Они, видите ли, не регистрируются и не экранируются. Я говорю, хорошо. Теперь второй вопрос. Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, а за счет чего крутится этот конус? Он говорит, как? Я включаю все. Я говорю, вам не кажется, что вы на все вопросы сразу ответили? Нет. Я говорю, в том-то и дело, что вы туда подали электричество. А без электричества вы таких полей не получите. Это первое. Известно ли вам, а он уже знал про мою периодическую систему, что все вещества электровещества. И что вращением конуса вы сводите поле, есть такая технология обкаткой вытягивать металл. я говорю, вот вы это и делаете. И никаких торсионных полей нет, все поля электрические. Но у вас есть одна особенность. Вы эти поля закручиваете и сводите на нет, как единую точку. Она у вас идет, как капля воды, электричество стекает. Статическое такое явление есть люстра Чижевского. он ставит напряжение большое и много иголок. И отсюда каждая частичка стекает по одной. Они называют кто озон, кто как. Никакой это не озон, это электроатом всероз. То есть минимальная электрическая частичка. Она может кем угодно носить какое угодно название, но она не имеет смысла до тех пор, пока вы из нее не создадите систему. И вот сегодня после моей говорят, ну всерод это эфир. Я говорю, не надо. Скажите, пожалуйста, смысл слова эфир, знаете? А прочитайте наоборот. Риф. А всерод всеродящий, всероды. У меня система периодическая, родовые уровни. Дальше. Вы знаете, что такие главные моменты человеческой жизни? Углерод, кислород, водород, всерод, который их создает. А все остальные из них происходят. То есть в чем смысл? Если мы удваиваем всерод, то создается система уплотнения. Я ее показываю, вот теперь многие до сих пор этого не поняли, как я снаружи добрался до места, где внутри происходит всерода рождения и рождение совокупных атомов. Туда я влезть не могу, там температуры не знаю какой, 5-6 миллионов градусов, не знаю, давление бешеное. И вот там раздуваются эти всероды. Когда они раздуваются, маленькие выдавливают широкие, и у них распространение идет вот в зависимости от того, какие условия образования образуются, или инертные газы, и они идут всерод, водород, гелий, неон, аргон и так далее. И идут те, которые не инертные газы, это инертные газы, все диэлектрики. А дальше идут уже переход от диэлектрика к полупроводникам и проводникам. Это уже идет по горизонтали. И поэтому все инертных газов восемь, с нулевым восемь, а поскольку у нас нулевой всерод стоит ноль-ноль, то у нас получается как бы семь, и многие этого не понимают, что у нас не семи периодные, а восьми периодные, потому что у нас одна сто двадцать восьмая, это двадцать седьмой, а ноль-то в нулю. Мы не считываем. Такая же ситуация и по горизонтали, когда мы берем ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, показываю на руках. Ноль, закрываю, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А почему два-то осталось? Потому что я точку отчета взял за ноль, а сегодня считают с единицы и все проблемы решаются. Вот у вас там восьмого нет, есть, берите нулевой и ставьте на восьмой. Вы считать не умеете. А говорит, что таблица плохая. Таким образом и Шипов, и Акимов, а я с ними был, и их везде, где мог, только раздевал догола. Так вот мне Акимов говорит, уходи отсюда. Я говорю, а может ты уйдешь? То есть это просто так называемые секты Сиона, Тора Сионных представителей, которые пытались дурачить людей, как вот наш друг Вячеслав Котляров, я думаю, недопонимание выставляет понятие, что земля плоская. Юрий Степанович, дайте, пожалуйста, ремарочку мне. Я всем говорю, это абсурд, земля не может быть плоской, это идиотизм, видно, неправильно меня поняли. С самого первого ролика я говорю, я уже их 200 снял, просто вы же их не смотрели, вам сказали, что Котляров это говорит, это ложь. Вот у меня 8000 подписчиков, каждый второй подтвердит, в моих роликах не говорится про плоскую землю. Мы живем на шарообразной поверхности, я в последнем ролике говорю это человеческим языком. Послушайте, это элементарно доказывается. вот у нас каждый день вы меня услышали, чтобы не было у вас ассоциаций Котляров на плоской земле, вам подтвердят люди, которые изучают мои работы, не говорит Котляров о плоской земле, он психует и говорит, не может быть плоскости никакой, это ложь, это чушь, передаю слово. Ну, не знаю, он пытался даже, я с ним встречался в эфире, он меня записывал, а потом... Ну, не я записывал, а записывал Алмаз, это я, я Вячеслав Котляров, Алмаз говорит, давай я с Юрием Степановичем меня соединю. Потом он говорит, давай, Рыбников, давай, где вырывал из контекста, где я говорю, ну, соображайте, ну, какая... А, это я монтаж сделал, да, ради шутки, сейчас в эфире говорю. Для меня это было, ну, думаю, нормально он или нормально. Нет, ну, потом, когда просто я немного огорчился, что вы предположили, что мне за это платят. Никто мне за это не платит. Какая разница? Вы понимаете, что вы меня представили, вернее, хотели представить, меня представить-то в таком виде невозможно. Вот. Получается, что я якобы за плоскую землю. в этом ролике получается, что Юрий Степанович говорит, плоская земля. Да, да. Но я буду постоянно говорить, вот сколько бьется мое сердце, что это была шутка юмора с помощью монтажа. У меня убедительная просьба. Вы больше так не шутите. Больше не будем. Я на вас не обижаюсь, вы меня поймите. Потому что многие сегодня пытаются извратить. Один даже мне написал письмо, я вырву у тебя это жало, которым ты жалишь всех этих ученых. Мне тоже такое пишут. А Юрий Степанович, люди все-таки спрашивают немножко другой вопрос. Дело в том, что я в силу определенных обстоятельств не могу озвучить сейчас истинное положение вещей. Но вот почему нету до сих пор видео Антарктиды? Может, техника слабая? Потому что нам рисунки показывают и компьютерную графику. Вот я всем говорю, дорогие вы мои, начните отвечать на вопрос себе. Почему? Вот смотрите. Вы на том же положении и на том же уровне, что и я. Я уважаю всех и говорю, моя задача – всех поднять до моего уровня, чтобы каждый понимал, как я. Не попугайничал, а самостоятельно дорос до своего знания. Не говорил, что это Рыбников говорит, и что Рыбников на него ссылаться. Он должен сказать, что я проверил, и это мое. Я прошел по тому пути и убедился, что это так. Вот в чем проблема. Так вот, почему говорим про Антарктиду. Нам много чего не говорят. Нам не говорят, что Медведев отдал северные земли Норвегии. Теперь нас туда не пускают. Но набить карман за счет того, что торговать землями Руси иудеи всегда это делали. Они торгуют нашей нефтью, кормят Европу, а народ-то живет в нищете. Вот в чем проблема. И это было и есть. Вот я очень часто ездил на Украину в командировку. Я никогда не брал с собой из Москвы харчей. Я знал, что на Украине я всегда в любом месте вкусно пообедаю. Я ехал в азиатские страны. Тоже всегда знал, что там накормят. Там и шашлыки всегда есть, и их местные блюда. Но когда я ехал в Сибирь, в истинную Русь, я брал с собой не только колбасу тушеную, я брал с собой и хлеб вкусный, и так далее, и так далее. То есть я знал, что меня там нечем кормить. Наша русская земля была искусственно этими евроуголовниками обнищена, ограблена, да никуда. Денег на развитие Руси не выдается. И вот классический пример я всем привожу. Одна женщина на приеме у Путина, когда он принимал всех несколько часов, она ему задает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас открываем краеведческий музей. Можно ли, чтобы вы поспособствовали выделению денег? А он говорит, о нет. Вы должны подготовить материалы, выступить, выпустить программы и выставить на грант. Вот если мы увидим, что там все нормально, мы вам грант дадим. А вот сейчас я, ну, наверное, уже смотрели в моих роликах, сегодня в Москве усиленно сионизация идет и во всей Руси. Строят эти музеи имени Энштейна. Я ездил в Ярославль, и ездил в Воронеж одно и то же. Я им задаю вопрос. Ребята, а вы чего это? Ну, они под русских косят. Я говорю, скажите, пожалуйста, чем вы объясняете, что вы... А мы, говорит, собственно, у нас такая идея возникла, и все. Я говорю, еще раз. Чего она у вас возникла? А я свои деньги построил. Я говорю, да понятно, что за свои. Вы уже ограбили нас. Теперь это ваши деньги. Вопрос другой. Почему вы строите музей имени Энштейна? А он мне нравится. А вот Путин, я об этом выступал, и писал, и обращался. А он и говорит. Ну, они сами строят. Когда они начали сами строить? Когда Путин развалывал страну вместе с ними. Когда Чубайсу выделил 150 миллиардов и всем остальным по 17-20 миллиардов там, и так далее, и так далее. Теперь ведь эти деньги стали ихними. А на Руси деньги никогда не подали. Из них качали. На их строили все. И вот классический пример. Прибалты. Предъявили претензию за оккупацию русскими. Прибалтики, обращаю внимание. Прибалты все русы. Но им, дуракам, внушили, что они не русы были. Им переделали русский язык, добавили идиша и еврита, и они стали говорить на эстонских, латвийских и прочих языках. Их разбавили русский язык. Вот. И отвечает в программе днем, днем, сейчас ушел он в Думу, толстый, толстый. Он им отвечает. Вот мы подняли материалы. 11 миллиардов прибыли давало в месяц, допустим, или в год, не знаю, сколько там Российская Федерация. Прибалтика давала, допустим, 4 миллиарда. Эти давали 3 миллиарда. А мы перераспределяли. Вам давали 8, тем давали 7. А в России ничего не шло. Вот так устроен был союз сионских социальных и анальных республик. Для того, только чтобы грабить русов. А потом они могут говорить, а мы войну воевали, вот мы там с русскими. Никто не воевал. я рассылаю всем бумагу, где приказ ГКО Государственного Комитета Обороны о призыве на действительную службу 26-го года рождения в 43-м году 17-летних юношей. Не брать там, кто работает на станках, военной технике, ну и так далее. А дальше приписка. Не брать таджиков, чеченов, киргизов, абхазов, как их еще там, ну то есть весь Восток этот вот, весь этот Кавказский регион не брать. Они говорят, что не воевали. Ну и в том числе вот эти оленеводов, которые это типа коренные народы, типа. Да-да-да, никого. То есть Якутскую, ну и все, и прочее, Чечен, Ингушетию, ну никого не брать. Брать только русских, чтобы и поколение русов уничтожить, чтобы они не могли продолжить рост. Вот как Сталин защищал русов. Он их так любил, но только тогда, когда их убивал. Вот в чем весь смысл. Он создал два Израиля в Палестине и в Магадане. А русского государства у него не хватило ума создать. Это как? Ошибка, что ли? То есть понимаете, все факты очевидны. К нам добавился Макс Беляев, известный блогер, как и я в Малых Кругах. Ну у нас каналы небольшие, до 10 тысяч. Ну не важно. Я вот хочу у Макса проконсультироваться, как деликатно Юрию Степановичу, чтобы не вызвать у него как бы эмоциональное возмущение, подсказать, что Земля все-таки не выглядит так, как нам ее нарисовали. Вот Макс, ты с нами сейчас? Да, да, привет. Вот смотрите, когда идет разговор, а нарисовали, я не отрицаю, но когда разговор идет, что Земля плоская, ни в коем случае. Подождите, подождите, досвечается еще фонарем. Ну я говорю, ну ребят, у вас крыша просто поехала. Просто лампочка обыкновенная. Представьте себе, какой мощности нужно лампочку создать. А вы рассказывали, что в лаборатории ваш какой-то сотрудник или не ваш создал лампочку мощности по Солнцу. Совершенно верно. Он ее создал, вот такую миниатюрную, а аппарат занимал 50 квадрокубических метров, чтобы только создать такой свет. В этом вся хитрость, что КПД не одна десятая процента, а минус 100 процентов. Ну это и все. Поэтому никто такую лампу делать не будет. Это называется дурная идея. Или болезнь. Поэтому это первое. Второе. А теперь представьте себе, какой механизм надо создать. А теперь второй вопрос. А кто вторую сторону освещает в это время? Тоже лампа? Ну для этого нужно серьезно подходить к вопросам данного порядка. Я наверное в силу своей невнимательности все-таки пропустил. Почему нету видео Антарктиды? Или это уже некрасиво? Теперь про Антарктиду. Еще раз объясняю. Видео Антарктиды так же, как и то, что на земле вот то, что его называют нынешней Европой жили русы, никто вам не покажет. Сегодня утверждают, что русов вообще нет. и говорят, что Антарктиды нет. Ну есть, ну что-то холодное и такое. Ладно, идем дальше. Нету видео Австралии ни одного. С высоты, как говорится, ну с космической станции или со спутника никто не сделал видео Австралии. Никто не сделал видео Африки, Америки, Европы, Азии. Опять? Да. Вот смотрите. Вам с этого и начинают. Для того, чтобы вы ничего не знали, вам ничего и не дают. Вы должны получать только то, что нужно. Ну, мы этот же вопрос разбирали. То, что нужно, это и уголовные шайки. И все. Другой вопрос, я вам говорю, каждый из вас может проверить. Вот, понимаете, вот почему не дают. Ну, это не вопрос, не хотят и не дают. А вот я говорю, вот я люблю порыбачить, отдыхать. Вот я хожу на вечернюю рыбалку и на утреннюю рыбалку обязательно, на зорьке так называемую. А есть время, когда в Москве у нас, даже у нас в Москве, ночь, ну, даже трудно назвать ее ночью. Там Сирея, в Ленинграде белые ночи, а в Москве серые ночи. Вот. Заходит солнце, этот ореол светится, и он всегда имеет форму шаровидную. Утром встает солнце, тоже сначала освещается шаровидное, а потом появляется маленькое солнце, а потом появляется целое солнце, потом это солнце поднимается наверх. третий вопрос. Я в Заполярье служил, и вот там, в то, что у нас серая ночь, в Ленинграде белая ночь, а там белый месяц, а даже больше полтора, когда солнце, там, день-то большой, но белый, я почему его назвал, это когда солнце не заходит за землю, оно всегда над землей. и там видно, как оно вращается на одном месте, а мы вокруг нее ходим. Оно не опускается ни вверх, ни вниз, не заходит за землю, и там всегда образуется шар. Прошу прощения, Роман хотел, по-моему, вопрос задать, да, Ром? Давай. Да, Юрий Степанович, ну, как бы, если мы возьмем, вот я брал, например, азимутальную, грубо говоря, карту, то есть, про нее практически ничего не описано, но она прекрасно объясняет движение солнца, то, что вы наблюдали, то есть, приближение солнца в определенный период. И, как бы, то, что вы рассказываете... И очень важно, по орбите, вот здесь у кого-то земной шар есть, вот если мы рассмотрим, я вам почему говорил, вот что такое азимутальные карты, они выданы на плоскости, вот моя биологическая система, вот она на плоскости. Если у человека нет объемного мышления, он и видит все в плоском виде. Для этого ему придумали религии. Это тоже перевод сознания человека в плоское мышление. Я вам показываю эту тоже картину. Вот верхняя часть, вот она, она в виде шаров, то есть, даже человек, у которого нет объемного мышления, я ему нарисовал. Потом переводят его в плоское мышление, это второй уровень. А третий уже в религиозной. и все называют полумесяц. Мозги у нас полушарые. Я говорю, вы дорогие мои, вы посмотрите на свои половые органы. У вас что, полуяйца? Ну да, или плоские, да. Ну, Юрий Степанович, а вас же все равно строится, как вы говорите, проверяйте. Вы как бы лично в космос не летали и я, то есть, мы не можем с вами проверить, что делать. В космосе я не летал, а на самолете, я очень много летал, я был два года в ВДВ, третий год меня оттуда уже убрали, потому что я отказался прыгать из-за перелома позвоночника. У меня перелом позвоночника, шейных позвонков был. Так вот, я летал на самолетах. На самолетах тоже видно, что земля шаровая, а не плоская. Прошу прощения, вы не в кабине пилота летали? Нет, а зачем мне кабин, когда у меня одно и то же имеет этот, как его, иллюминатор. Иллюминатор специально сделают, чтобы нас обманывать. Там ситуация даже не в иллюминаторе. Давайте Макса послушаем, Макс Беляев с нами. Тут понимаете, какая ситуация с этими. Привет всем. Здравствуйте, Юрий Степанович. Тут ситуация-то какая. Даже если земля шарообразная, она будет, горизонт, он будет в любом случае плоский. Вот эта округлость земли, если головой повертеть вокруг себя, оно будет создаваться впечатление, что оно плоское. Поэтому это как бы и не доказывает, и не опровергает ничего на самом деле. Ты очень хорошо сказал, создается впечатление. Да, да, именно так создается впечатление. Но, но, а теперь, но, а теперь давайте вернемся. Что вы знаете о плоскости? И начинайте изучать, как может быть какой-то объект плоским, на котором мы живем. Вот я это показывал. Если земля плоская, то мы с вами ходим по земле ногами. А в Антарктиде там ногами ходят? Я понял вас. Я вас понял. Смотрите, а получается другой вопрос. Вот с Антарктидой там тоже не все ясно. То есть, понятное дело, что, ну, какой-то запрет есть, если там даже туризм, говорят, есть в Антарктиду, но, по сути, туда как бы отвозят этих туристов, возвращают их и самостоятельно там путешествовать не разрешают. Конечно. Ну, вы поймите, вот только что я вам сказал. Есть зоны, которые запретны. Все мы живем сегодня. Наша планета Земля оккупирована уголовниками, евроуголовниками я их называю, с другой планеты. И все. И они проводят эту политику. Давать только то, что надо давать. И поэтому нам до поры до времени, пока они не усилили свои службы слежения за народами, нам не давали электронику. Вы поймите. А сегодня, когда электроники моря, за каждым человеком слежка установлена на всех уровнях, и компьютерах, и телефонах, и телевизорах, и далее, и далее, и далее. Все. То есть, понимаете, в чем весь смысл? Все создано не для того, чтобы тебя облагородить, а для того, чтобы за тобой следить. А это все как червячок. Я вот и говорю еще на рыбалке. Чтобы рыбку поймать, ему дают червячка. И вот этот червячок и компьютер. Теперь посмотрите, какие у нас дети. Они ничего не могут делать, кроме как играть в компьютер. Это задача, чтобы уничтожить землян в воспроизводстве, в развитии ума. Им подсовывают компьютеры, телефоны, когда человек привыкает только нажимать и угадывать. Юрий Степанович, извините, Максим. Послушайте меня. Когда человек живет в природе, опа, ему компьютер никуда не нужен. Он знает, что компьютер его не выручит. Так же, как золото, он не съест. И деньги, он тоже сыт над ним не будет. Он возвращается в понимание природы. И тогда он ее начинает ценить. А когда его сорвали от природы, с земли, вот у меня знакомые ребята были, эти племянники, они мне помогали строить дом. Сейчас они оперились немножко, они уже, они знают, умеют дом строить и говорят, надо построить сарай. Потом говорят, да, наймем. Они в состоянии сделать сами, сэкономить себе деньги для бюджета, они уже не хотят. Это и называется растление сознания. Вот так. И для этого нам всякую ерунду вставляют. Вот еще раз говорю, вместо таблицы умножения таблицы суммирования. Вместо действия умножения сложения, там ложь. В школе нас учат от простого к ложному. И так далее, и так далее. И мы на бытовом уровне все это сюда запихиваем с детства нашим детям. Сами. А им главное одно поколение зазомбировать, потом распускать его, ну, как это всегда делается. Потом идет расширение занятых объемов, но уже все зомби. Юрий Степанович, можно я вопрос задам? Скажите, пожалуйста, а вы верите в то, что американцы на Луну высаживались люди? Нет. Американцы на Луне не были. Особенно, могу сто процентов сказать, когда нам показывали фильмы о том, что они были. Почему? Во-первых, потому что у них не было двигателей. Двигателей для того, чтобы полететь на Луну у Америки целый год не было. Они пока не закупили их у нас. И сейчас они закупают реактивные двигатели в России. Вот эти ракетные. Я добавлю сюда, что не только Юрий Степанович, но они топливо, как бы стержни закупают тут уже тоже не секрет. Но опять же... Но опять же... Задача... Вот я теперь это увязываю, почему был уничтожен Гагарин. Потому что надо, чтобы не русский был первый в космосе, а сионист из Америки. Понимаете? Ну так, а все равно же считается, что Гагарин первый был. Ой, какая прелесть. Считается, что и мы с тобой в раю живем. Вот ты никогда не додумал, что ты в раю живешь? Получается, мы должны верить космонавтам. То есть, раз видео нету, мы просто на веру берем. То есть, ни одного видео нету из космоса. Абсолютно ни одного. Я вам скажу, многие там мне говорят, Юрий Степанович, ну это все и у нас в стране это мистика. Нет, дорогие мои, я работал и для космических кораблей изготавлял оборудование. Сам лично. Поэтому, что мне, и я знаю, сколько было полетов, сколько взрывов было там, на Байконуре, когда Неделину убили. Я все это знаю, потому что я работал в оборонке. И мне говори, что это все выдумки. Здорово. Я для вас, уважаемых слушателей, зрителей, 123 человека нас смотрят. К сожалению, Юрий Степанович не видит ваш чат, ну это просто, чтобы вы, ну как бы, не старались писать, просто немножко сложно все сделано. Ну, все-таки мы знаем, что с вами, что мы живем в концлагерях, а почему бы нас не обмануть с формой земли? Ведь я не отрицаю, что поверхность, на которой мы живем, шарообразная. Но я уверяю, что наша планета в миллиарды раз больше. Вот смотрите, вы утверждаете, что я не хочу в это верить. Дело-то в другом. Обмануть нас пытаются все время, мало того, большинство людей обманывают. В этом-то вся их цель. Они черное выдают за белое. Вот и все. У них вот говорить с точностью наоборот. Для этого я вот своим, кто у меня вконтактирую я по скайпу, я им всем сбросил фильм Джельсамина странил жицов. Видели такой? Это советский фильм «Волшебный голос Джельсамина», снятый в СССР. Всем рекомендую. Нет, нет, нет. Это волшебный, это другой. А этот Джельсамина странил жицов. Там, где они хлеб чернилом называли, а чернила хлебом и наоборот, да? Нет, там там все было. Но главное не это. Главное, почему я его рассылаю. Пираты захватили власть в стране. Ну, с помощью оружия террористы. Ну, типичные, как у нас эволюционеры 17-го года, 91-го года. Это вооруженные евроуголовники захватили власть. Чубайсята, гайдарята и прочая мразь. Вот. Что в этом заключается? Они также захватили власть. И тогда им говорит этот младший там, еще не оборзевший пират, говорит этому главарю, а роль этого играл Басов. Он классически играет эту роль ему говорит ну и что, что мы взяли власть? Ведь все в народе знают, что мы пираты. Кто же нам будет слушать? Он говорит ну ты дурак, ты меня недооцениваешь. Я в Конституции писал, что пираты благородные люди. А русов в Конституции нету. Разницу понимаете, чем отличаются пираты Джельсамина от пиратов Эрефии. Юрий Степанович, все-таки для слушателей и зрителей надо внести поправки. Джанни Радари написал книгу Джельсамина в стране лжецов, но Советский Союз экранизировал художественный фильм под названием «Волшебный голос Джельсамина». В главной роли Сережа групп Никол рыжеволосый мальчик. Я могу это показать демонстрации. Сейчас покажу. Подожди. ты опять ушел в сторону. Не так, как ты назвал, а название другое. Джель Самина в стране лжецов. Это другой фильм. Юрий Степанович, Игорь Степанович, вот я на... Извините, я... Вячеслав, я прошу прощения, Юрий Степанович, с большим уважением к вам. Мы присоединился Максиму, интересно он свои как бы блоги выставляет, и вот у нас все-таки мы отошли от главной темы, то есть доказательства, грубо говоря. Вот у меня вопрос по маршрутам самолетов, это можно на фаерадаре посмотреть, как угодно. И они показывают совсем другое, то есть и конечно вы знаете, что экономика... Сейчас, сейчас, сейчас. Вы утверждаете, что вы знакомы с радаром и вели самолеты. Нет, 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 нет. Если вы их вели, есть предмет для разговора. А если не вели, то вы ничего не знаете тогда об этом. Юрий Степанович, есть такой ресурс в интернете, который показывает перемещение самолетов в онлайн режиме. И там прекрасно прокладывают видны маршруты самолетов. И вы можете просмотреть, как они перемещаются. И судя по перемещению всех этих самолетов, структура далеко не шарообразная. Это просто по наблюдению просто за самолетами. Если вы посмотрите перемещение самолета с Токио в Европу или там в Бразилию маршруты просмотрите, или там с Бразилии в Сидне, это... Ну, то есть идут маршруты совсем по-другому. То есть игнорируется перемещение в сторону Антарктиды, а идут они через Америку, а если это накладывается на азимутальную карту, то перемещение уже подчиняется логике. Ну, то есть, иными словами, через Северный полюс. Над Северным полюсом все маршруты самолетов идут через... Ну, над Антарктидой, как я понимаю, вообще запрещены они, перелеты. Но суть такая, вот, именно если азимутальную проекцию вот эту взять, то там все получается ровно. Самолеты летят ровно по прямой. Поймите, вот вы сами на самолете долгое время летели хоть раз? Вот я летел из Тикси до Москвы по-моему 12 часов на тот период мы летели. Вот. И мы летели по маршруту по северному побережью из Тикси, Амдерма, Хаттанга, а потом только мы уходили на Москву. Почему? Потому что мы на малом диаметре пересекали меридианы, а потом уже шли по меридианам. Для чего? Потому что если бы мы опустились ниже, то у нас бы путь был много-много больше. А тут мы шли по маленькому, и все знают, что малый радиус он дает малую величину. Это первое. Второе. Радар, о котором вы говорите, он вам показывает в плоском виде, поэтому вы видите и прямую линию. Он не показывает вам в объеме. Я же вам специально показал разницу. Вот объем. А если вы посмотрите периодическую систему вообще в объеме, в 3D, она еще лучше смотрится. а когда я ее рисую на плоскости, я должен показать дополнительно, что это объем. А если не показывать вот, а если не показывать периодическую систему в плоском варианте, вот, она и так, и так. Для этого и создана бумага, чтобы нас переводить в плоское мышление. а вот есть такой этот, как его был этот скульптор, ему задавали вопрос, почему у вас хорошие скульптуры получаются? Он говорит, ну, а в чем это вы видите? Ну, вот вы так хорошо и глаза делаете, и губы, вот это, понимаете, это же объемное видение. Он говорит, ну, это совсем просто. Я беру чулку и убираю все лишнее. Все и мы же пытаемся убрать все лишнее и показать, грубо говоря, как вот. Вот сейчас я вам включу экран, если мне позволит, ну, это как бы нам позволит чуть-чуть демонстрация экрана начать. Грубо говоря, я покажу вам, основные маршруты. Вот смотрите, красный, это с Японии в Европу, то есть, грубо говоря, неважно, там, с Южной Кореи или с Пекина, но через Сибирь. Я же тебе, послушай меня, я же тебе об этом и говорю, что ты это видишь на плоскости и поэтому у тебя прямые линии, как бы по прямой летишь. Не, Юрий Степанович, ну, если через Южный полюс, вот, например, с Рио-де-Жанейро лететь в Сидней, прям их нету, то есть, смысл через океан, как видите, смысла нету, а которые есть маршруты, можете найти билеты, то только через Амир. Я у вас здесь ничего, кроме прямых линий, не вижу. Ну, синий, это перемещение, я же говорю, Сиднее, ну, мне просто, я быстро набросал, Сиднее, грубо говоря, свет. разница, быстро или долго, у тебя на плоскости прямые линии. Ну, правильно. Послушай меня, когда ты проецируешь шар на плоскость, что ты получаешь? Круг. Ну, какие проблемы-то? Проблема в том, что, если бы он был крупней, спроецировал на карту плоскую полет прямой линии, у тебя нигде не показано, что она летела параллельно вот этому вот меридиану или этой, всего-навсего. Они так никогда и не летят параллельно. Здравствуйте. Вот в этом вся и проблема. Летят. Мало того, не летят. Могут. А теперь объясню тебе. Если наша Земля плоская, то почему у нее атмосфера и радиоэтии, как радиоволны, о которых мы говорим, распространяются сферически? Почему звуковые волны распространяются сферически? Вы же какие-то наивные люди. Юрий Степанович, ну вот, если посмотреть на большие радары фар, которые, грубо говоря, ну то есть имеют... Радар звуковая волна, которая есть, или радиоволна, она сферическая? Радиоволна, да. Но она же имеет направление. Как не направление? Всегда эти антенны и делают направленные. Почему? Антенну вот такую создают, чтобы направить. Если они не создадут направление, то она будет равномерно по всей Земле расходиться. И тогда может путь у нее будет распространение очень близкий. и большие затраты на излучение. Согласен. Но это не противоречит никак. То есть радар просто направили по карте азимутальной. Вот направить по прямой, чтобы голова не болела, у меня была такая шутка. Я был в одном каком-то великом институте. И вот там математик поднял вопрос, а что такое прямая линия. И говорит, вот я вам сейчас докажу, что прямая и не прямая. Очень хорошо. Ну-ка давай доказывай. Вот он доказывал, доказывал, доказывал. А мы не можем этом доказать, мы должны допустить, что она прямая. Я говорю, стоп. Ты доказывал одно, теперь ты говоришь, что надо допустить, что она прямая. Как вы себе представляете, я могу такое допустить? Вот смотрите, вот я беру, а мы на лекции были, я беру доску, и по доске веду мел. Ну, допустим, что это прямая. Доска у меня кончилась. Он говорит, продолжай дальше. Я говорю, дальше воздух, ставь доску. Он ставит еще доску, я продолжаю, дохожу до стенки, говорю, все. А он говорит, теперь, а ты себе представь, приехали. Так мы же не представляем, мы выкладываем. Прошу прощения, то есть полеты в космос мы можем допустить. Никто не может этого доказать, мы допускаем. То есть нету ни одного видео, есть только слова. И все. Это дело каждого. Вот я всем говорю, хочешь считай, что земля плоская, хочешь считай, что она в линию вытянута, это твое право. Правильно, но это можно считать. А вот, к примеру, в Макдональдсе человечиной торгуют. Это же трагедия. 300 тысяч только в Америке идут людей на фарш. Это ужас. И от нас это все скрывают. Давай так, этого я не знаю. Комментарий по этому поводу у меня нет. Это опять, вы знаете, а я нет. Поэтому я... Юрий Степанович, можно секундочку вашего огромного внимания? Юрий Степанович, вот вы сейчас замечательно вначале говорили про оккупантов планеты, какими технологиями они пользуются, чтобы у народа забрать земли, ресурсы. Так вот, представляете, вот что сейчас происходит в стане конспирологов, в котором сейчас в принципе вы находитесь. Нас сейчас отвлекают псевдопроблемы плоскости земли от реальных проблем. И вот я ваше внимание обращаю, что сейчас по факту ваше драгоценное время мы убили в виде 15-20 минут на бестолковую трепотню о том, что какая разница, какая сейчас у нас планета, если у нас первостепенность проблемы, это нахождение в оккупации в принципе планеты. Умница! Умница! Молодец! У меня я хочу выразить тебе свою благодарность, потому что наконец появился здравый смысл. Зачем думать о всем больном теле, давайте лечить голову, лечить голову. Метастазы пошли по всему организму, вылечим ухо. Нет, давайте лечить всего человека, а потом уже возьмемся за ухо. Но если люди, даже человеки не знают элементарных вещей, о чем дальше можно говорить? Полета в космос не существует. Давайте, ну не поднимайте споры вы, ребята. Ну вот Денис ворвался, у меня просто нет рычагов управления этой конференции. Если бы у меня возможность была бы, я бы использовал этот рычаг. Денис, то есть ты получается предлагаешь, давайте закроем глаза на истину, обезболим печенку, пускай она циррозом покрывается. Вячеслав, не надо передергивать. Я постепенно вам предлагал в своих компах, когда меня пускал Толстых к себе на конференцию, давайте постепенно проблемы решать. И когда у нас будет доступ ко всем скрытым архивам, тогда спецслужб, тогда мы сразу поймем, плоская земля, плоская земля. Точнее, пока мы будем спорить, какая планета, нас окончательно будут загонять и вшивать, у нас чипы скоро. Какая разница, какая сейчас планета? Дорогие мои, в спорах истину не найдете. Вы увязнете в тине истина, вы в ней увязнете. Поэтому вы ищите реальный процесс на Земле. Я всем говорю об этом. Не надо в космос летать, на 10 минус десятый не надо добавлять или уменьшать. Вы работаете в определенном жизненном диапазоне на Земле. Вот и здесь находите все, что вам интересно. То есть для жизни. Не для того, что вам интересно, а для жизни. Вот когда вы поставите себе задачу, вот мне говорят, а ты можешь такое придумать? Я могу, но зачем? Вопрос другой. Если я вижу, что я могу внедрить свое изобретение где-то, я его изобретаю. Могу ли я другие? Конечно, могу. А какой смысл? В оккупации очень тяжело изобретение продвинуть. Не дадут оккупанты, чтобы... Нет, вы плохо меня знаете. Меня вообще закрыли. А я сам изобретатель и имею право внедрять. Вот и все. Меня никто не может остановить. Внедрение изобретения никто не может запретить. Я же автор. Авторство не отчуждает. А могут запретить людям пользоваться вашим изобретением. Это другое дело. Поэтому я нахожу людей, которым это очень выгодно. Юрий Степанович, можно вам еще вопрос задать? Смотрите, у меня вопросы постоянно возникали по поводу вращения земли. Я объясню, почему возникали. С детства учат нас, что земля вращается вокруг своей оси. А когда я смотрю видео с МКС, на некоторых видео, трансляции есть с космоса прямо, и на некоторых видео она вращается с одной скоростью, на других видео она с другой скоростью вращается. То есть, какие-то непонятки. Где-то она как будто бы статична, и МКС пролетает над ней. Вот у меня в связи с этим к вам вопрос. А как вообще вот это доказывается вращение земли? Потому что, ну, я знаю, маятник Фуко был, хотя там тоже очень много вопросов. Маятник Фуко, он доказывает, но это не такое доказательство. Еще раз вам объясню. Вы самый лучший прибор для всех проверок человек. Вот я в свое время, когда я проходил курсы синептиков, это называется, почему? Потому что я обладал даром влезть в ту проблему с головой сам. например, как защитить металл от износа. Вот я представлял себе, что я там металл. И что я должен сделать, чтобы меня не сожрал другой металл. То есть вот если вы такое можете делать, вам все будет легко. А самое простое, вы еще раз объясните, каждый день можете быть на улице. Выберите теплый день и ночь и останьтесь на сутки. А дальше вы засеките какую-нибудь звездочку. Вот я всем показываю, очень хорошо видно. Я приезжаю осенью, надо мной большая медведь свол какая, прям низко-низко. А потом высоко-высоко и вот такая маленькая. Сейчас кончаю. Вот такая маленькая. Не надо много наблюдать. Вот вам дальше. Зимой солнце большое, летом маленькое высоко. Поймите, если это была бы плоская, расстояние бы не изменилось. Нет, у меня сейчас вопрос даже не о плоскости, это ладно, вопрос именно о вращении Земли. Вот я говорю, а теперь о вращении. о вращении очень просто. Ты встаешь сам на Землю, сам, засекаешь то, что тебе нужно, и фиксируешь смещение сам, и ты увидишь, что она провернулась. Не надо ни у кого спрашивать. Это будет твой эксперимент, и не надо говорить, а так или не так, ты сам все сделал. Ну, я знаю, да, я выхожу, у меня звезды, то есть, даже на протяжении ночи, там, вечером поздно выхожу, у меня звезда там уже в другом месте, то есть, условно говоря. Но тут же два вывода можно сделать. Первый вывод, что это я на вращающейся поверхности и провернулась, значит, земля, а второй вариант, что это вот, ну, купол, голограмма, не знаю, небо провернулось надо мной, а я статичен. Это же два вывода может быть. Значит, этот предмет можно разрешить по растейшим опытам. Есть еще, вокруг нас ходят еще в нашей видимости луна и солнышко. Вот, если ты считаешь, что солнышко вокруг тебя крутится, есть такая модель, а есть это гелиоцентрическая, а есть геоцентрическая, когда земля вращается. Но дело все в том, что и гео, и гелиоцентрические модели неверны, потому что и земля, и солнце одновременно совершают свои независимые движения. И вот, когда многие этого не знают, я им объясняю по астрономии очень просто. Земля является спутником Земли, это солнце, Луна является спутником Земли. Теперь простой вопрос. Мы запускаем искусственные спутники. скажите, пожалуйста, если они летают по плоской Земле, как они как вы себе представляете, что они там летают? А может, они не летают? Вот, да, потому что вот, ребят, давайте просто обычная логика, тут ничего сверхъестественного. это разговора. Нет. Еще раз вам говорю. Ну, смотрите, можно я просто свою мысль донесу, вот это вот про два вывода, да? Смотрите, я наблюдаю два светила, Луна и Солнце. Но меня в школе с детства научили, что Луна, она гораздо меньше Земли и она надо мной проходит, а Солнце гораздо больше Земли и она стоит, ну, как бы относительно Земли, ну, относительно, скажем так, она на месте, а это Земля проворачивается. Но я-то как наблюдатель знать точно этого не могу, я как наблюдатель вижу и Солнце, и Луну примерно одинаковых размеров и они как бы относительно меня вращаются, пролетают надо мной. Вот все, что я вижу и все, что я могу понять. Вот об этом идет и разговор. Вот, Что ты не хочешь увидеть Ты не хочешь увидеть Что Солнце Или Луна Движется по другим орбитам Вот Луна от нас Она восходит на одном месте А заходит в другом месте Солнце заходит на одном месте Заходит на другом Причем это все меняется в течение года И есть такой день Когда Солнце День равен ночи Равноденствия Из отмения Если бы мы были правы То равноденствия не нужно Они переходят Один в другой Безо всякой перегрузки Шел день Потом день стал падать А ночь растет День падает Почему? Потому что мы уходим под Солнце Наоборот над Солнцем Мы поднимаемся над Солнцем И когда у нас холодно Солнце к нам ближе Но оно снизу И до нас оно не доходит А вот летом Когда Солнце маленькое А мы поднимем Мы получаем полный объем Угол Потока светового И греемся А зимой у нас Ночь длиннее Чем день И вот Пожалуйста Февраль месяц Уже когда день Начинает расти Вдруг появляется Солнце Которое греет Чего это Оно вдруг Начало греть А почему оно Летом Очень хорошо греет Хотя оно далеко А зимой Оно ближе Оно Подумать Опять вот Я всем говорю Научи меня думать Не могу Должен ты сам научиться И не ставить вопрос А вот я могу так и так Сразу отвергай Доказательствами Сам Этого быть не может Или этого быть не может Сам Не знаешь Бери учебники Проверяй Своди концы с концами Но никогда Вот я всем говорю Никогда не выдавай Я был с математикой Один И в книге Это даже есть Они придумали Проективную геометрию И когда он мне говорит Юрий Дубанович Ну у нас Это Сфера Выражается в линию Как вы знаете Это не со мной Я такие вещи Не воспринимаю Не потому Что Это трудно А потому Что это невозможно Чтобы Шар Стал Диней Вот возьмите шар Вот я как учу Этот Детей Тяготению Я говорю Если вы Не понимаете Про тяготение Ничего То вы возьмите Вот такой шарик И надуйте его Вот он лежит Никаких А когда ты его надул У него поверхность Уже вот А если ты его надул Гелием Он поднимается А он Как был Так и остался А какой Гравитация Вы говорите Я просто Изменил Плотность Этого шарика Раздул Его с помощью Менее плотного Вещества Под названием Гелий И он Стал подниматься На уровень Гелия До уровня Гелия Он не дойдет Потому что Тут и резинка И воздух Ну и прочее Прочее Но Достаточно Для того Чтобы все это Измерить Дальше Я беру И опускаю Значит Это эксперимент С изменением Объема Теперь второй Эксперимент Подводная Лодка Она имеет Три Положения Но она имеет Что постоянное Вот когда Мне сдавали Вот тут Был Тот Изобарический Когда Постоянном В виде Объем Это Подводная Лодка Изобарический Да Объем Нет Давление Изобарический 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 Вот И мы Начинаем Делать Подводная Лодка Имеет Ограниченный Объем Она Больше Его увеличить Не может Как же Ей Вплыть И как же Ей Пойти На дно Тогда Выдавливают Воздух Сжатый И заполняют Водой До Половины Наполнили Лодка Принимает Нейтральное Вложение И все равно На какой Глубине Лететь Рулями Управляются Если нужно Ити резко На дно Они Выдавливают Вообще Весь Воздух И заполняют Через Кингстон Все Запасы Воды Принять Забортную Воду У них Называется И она Легко И опускается На дно Самостоятельно Ничего Не надо А подняться Ей Чтобы Вот это Очень Люди Не знают Выдавливают Воду Воздух Но ей Этого Мало Потому что У нее Столб Воды Выравнивает Это все Для того Чтобы подняться Она должна Создать Подъемную Силу Воды И ей Нужно Для этого Сдвинуться С места Вот если Она С места Не сдвинется Ей Очень тяжело Подниматься И поэтому Затрачивает Подъемы Кораблей Очень большие Энергии Чтобы Оторвать Троса Тросы Подводят Пантоны А подводный Ничего не надо Она поменяла Плотность И поднялась Сама Понимаете А скажите Пожалуйста У меня Вот последний Вопрос Наболевший Вот вы говорили Что на Луну Люди не летали А на Марс Сейчас летают Понимаете Я утверждать Не могу Почему Во-первых Потому что Я не работаю Сейчас в этой системе Потому что Если бы Летали на Марс У нас там Всегда есть Коды Под какой Под какой Заказ Мы делаем Изделие Вот Заказ Под одно Изделие Допустим Для корабля Такого Для другого Идут Другого Заказ Для третьего Третий Заказ То есть Мы знаем Что у нас Там несколько Изделий Которые Должны Летать То ли Двигатели Разные То ли Корабли Разные Понятно Да А сейчас Я этого Не знаю Но думаю Что в Настоящее Время Никому Не нужно Лететь На Марс Почему Потому что Они Создали Ситуацию Которая Мешает Жить на Земле И У них Главная Задача Не на Марс Улететь А уничтожить Население Как Говорил Этот Сианист Чубайс До Золотого Миллиарда Скоро Будет Война И Скоро Будет Очень Много Людей Погибнуть Это Он Через Своё Сианистское Кредо Уже Изложил Нам Что Скоро Нас Будут Уничтожать Многие Этого Не Понимают Для Этого Придумана Война Между Русами Юга И Русами Запада Между Русами Юга И Северной Русью То есть Московией Которая Называется Мы же Воюем Но Вот теперь Очень важно Мы воюем А Бандиты Не воюют Они Сотрудничают Эти власти Они Называют Себя Партнёгами Они Не думают Воевать У них Задача Нас Уничтожить И для этого Они Придумывают И Оланд И Меркель Договариваются А чё же Всё время Стреляет А то Чё же Они Не могут Договориться Чё же А то Не может Отойти Вот Они Говорят Что Донецк Мешает Ну Хорошо Донецк Мешает Вы Отойдите На Дальность Что Вас Не Достаёт Кто Вам Будет Мешать Никто Живите Спокойно И никто Вас Бомбить Не Будет Нет Они Норовят Под бок Залезть ДНР И В ЛНР Другой Вопрос Что Всё Это Инициировала Москва Почему Потому Что Путин Разделил Эрефию На Зоны И Регион Он Теперь Их Называет Вот Классический Пример Регион Саха Седьмой У него Регион Обращаю Внимание Это Не Случайно Седьмой Семь Это Торическая Это История Семь 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 Три Семёрки Портвейн Семёрка Это Уничтожение Вот В чём Вопрос Якуты Республика Саха Никогда Не Опускались Определённого Уровня Где Холодно Верхоянск Там И так Далее И так Далее Путин Им Вот Теперь Очень важный Момент Путин Им Выделил Территорию Где 85% Русских До Реки Амур А потом Путинские Халуи Заставили Якутов Издать Конституцию Что они Являются Собственниками Этой Земли А Руссов Там Нет И Они Пишут Что Наша Задача Бороться За выживание Или Процветание Якутского Народа И Других Добрый вечер Всем Здравствуйте Вячеслав Юрий Максим Рома Меня зовут Игорь Всем Здравствуйте Ребята Кто смотрит Сейчас Прямой эфир Котлеров ФМ У меня К вам вопрос Юрий Правильно Я сказал Юрий Степаныч Извините Пожалуйста У меня Такой вопрос К вам Очень Не знаю Волнующий Меня Очень Есть ли Все-таки Шанс Что Когда Нибудь Вен Какое-то Время Все-таки Будет Смещение Этих Всех Банда Язычных Этой Пятой Колонны Конечно Есть ли Шанс Что Люди Более Менее Получше Заживут И будут Развиваться Каждый Сам По себе Не просто Там Взятые Откуда-то Вырезки Каких-то Непонятных Личностей А именно Сами Доходить До этого Как вы думаете Конечно Обязательно Это будет И вот Классический Пример Высказывания Ведущих Иудеев Хабадников Там И прочих Они говорят Ну почему Во всем мире Так евреев Не любят А вот Это зависит От них Теперь Первое Второе Сейчас Во Франции Начинает Развиваться Националистическая Движение Под руководством Липен Ее пытаются По всякому Тормознуть Но Предприимчивые Евреи Уже Бросили Все свое Хозяйство И поехали В Израиль Я с Израилем Связан Там У меня много Знакомых Они говорят Понаехали Говорит Бандиты Из Франции Что они тут Творят В Израиле Я говорю Ну вот теперь Вы поняли Что вы тоже Гои Что живут Только бандиты И себя Они называют Людьми А все остальные Гои Другой вопрос Когда они Вас уничтожат Сначала Белых Гоев Там Других Гоев А когда Будет некого Тогда и Вас уничтожат Читайте Зенона Коседовского Где он Четко Сказал Соломоново Решение Это не то Чем вам Говорят А Соломоново Решение Когда Они Жили Содом И Гомору Создали И тогда Соломон им Сказал Ну своих Мы всегда Успеем И перетрахать Детей И там И все Прочее Давай Мы Сделаем Это для Других Народов Сначала Когда их Не станет Ну тогда Будем решать Что делать Дальше Вот Я Давно Давно Читал Эту книжку Еще Я тогда Не придавал Значения Вот А Зенон Коседовский Это раннего Издания Такая Затертая Книга Я ее просил Но Мне не дали Вот Вот там Было четко Написано Соломоново Решение Сегодня Из земли Сионисты Делают Содом И Гомору Они Всех Делают Аналистами Никем Зашивными Перешивными Оно Вот Даже В русский Язык Они ввели Нам Среднее Грамматику Ну и так же Хотят и уничтожить Нас Правильно Как Содом И Гомору В очередь Читайте Я всем говорю Читайте Выступление Аби Фоксмана И Статью Там есть Во всем Виноваты Русские Там открытым Текстом Записано Мы должны Отдать все Деньги Чтобы растащить Русских По разным местам И потихонечку Их уничтожать Чтобы они Две семьи Рядом даже Не жили Это все Это программа И многие Это не понимают Что Это не шутки Я Сами Согласен И еще Вот так Мне очень Интересует Вот Я очень Увлекаюсь Космосом И Слышу Про Очень Разные Интересные Проекты Особенно Меня Заинтересовал Проект Mars500 Котором Я хочу Участвовать Уже Подал В общем Регистрационные Вот эти Заявки И тому Тому Подобное Есть ли Шанс Что Как бы Можно Все-таки Туда Долететь И Вообще Это все Как Будет Выглядеть Вот На ваш Опыт На ваше Умение Все-таки Вы мне Напоминаете Моих Коллег Которые Живут На земле Вот Вы Живете Живете Марсом Поймите Меня Правильно Не потому Что Вы На земле Но Ваши Мысли Уже На Марсе Вот Поэтому Я им Говорю Вы Возьмите Простой Пример От Иудея Петра Первого Уходили Люди Куда В леса Есть Староверы Родноверы И прочее Чем Все Кончилось Их Достали Чем Все Кончится Когда Вы Лезете На Марс Вас Тоже Там Достанут Вопрос Всегда Другой Научитесь Защищать Свой Род Свой Народ Свою Родину И Свою Природу И Все Проблемы По Марсу Отпадут Из этого Всего Я уже Много Что Сделал А вот Я хотел Другое Чуть Все Таки Технологии Существуют Я к этому Вел Технология Все Таки Должна Развиваться Технически Это задача Решаема Вот То есть Это не будет Выглядеть Так Как Недавно Я видел Ролики В интернете Ходящие Что Дмитрий Медведев Полетел Куда Там Непонятно Потом Высадился И сказал Вот Мы Покорили Смотрите Каждый Может Полететь Я думаю Все Таки Ракета Или Что Это Будет Я не знаю Это Очень Сложная Техническая Конструкция Которую Все Таки Думаю Создает Не Слабые Умы Медведев Медведев Никогда Не Полетит Туда Потому Что Это Связано С риском Для Жизни А У Иудеев Есть Одна Особенность Они Очень Трусливо Вот У меня Знакомые Были Мы На лодке Плавали Рыбку Ловить А он Говорит А Вдруг Лодка Спустит Я Что Боишься Садись Поплывем А Если Лодка Спустит Я Утону Нет Я Туда Не Поеху Вот До Какого Уровня Они Трусливы И Не Потому Что Они Плохие Нет Это У Них Крови Самосохранение Так я Понял Конечно И Поэтому Никуда Медведев Никогда Не Полетит Где Связано С риском Для Жизни А у Нас И Космонавты Могут Взорваться И Самолет На Каждом Шагу Сейчас Падает Это Не Просто Тем Более Вы Все Знаете Что Определенная Группа Людей Уже Указано Было 154 Накрыло Это Нужно Было Празднику Гури Сделать Мы Еще Есть Момент Такой Очень Часто Смотрю В небо И Лазаю По интернетам Смотрю Разную В общем Информацию И Встретил Такие Явления Которые Происходят В небе Как И В Жигулях Как И В Китае Как И В Сан Франциско И В Москве И В Воронеже В общем Я Сам С Воронежа Проживаю В небе Появляются Очень Странные Интересные Как Их Называют Миражи Или В общем Какие-то Световые Эффекты Многие Говорят Что это Все-таки Какие-то Пробелы В нашем Куполе И Видно В общем Параллельные В общем Какие-то Картинки Вы Не Верьте Потому Что Слово Параллельное Некорректно А Вот Если Говорить О НЛО То Они Летают Мало Того Я Не Знаю Портят Ли Азон Этот Всеродный Слой Все Говорят Озонный Не Озонный Он Всеродный Или Не Портят Его Тоже Не Знаю А Вот То Что Наши Ракеты И Самолеты Портят Это 100% И Поэтому Миражи 100% А То Что Вот Я Даже Разговаривал С Космонавтом Как То Я У На Лекции Про НЛО Она Говорит Я Своим Глазам Видел Я Не Понимаю Какой Смысл Скрывать Скрывать Можно Только С одной Целью Чтобы Нас Удержать В Состоянии Дураков Так Что Это Не Вопрос Сейчас Многие Говорят О том Чтобы Запрещено Ну А Че Запрещать Если НЛО Есть Если Вот Я Не Помню В Каком Уже Году У Меня Где Я Живу Сейчас У Меня На Дом Висел 20 Минут Этот Шар Огненный Никто Не Может Сказать Откуда Оно Пролетает Вернее Есть Люди Несколько Тысяч Знает Достоверную Шар Был Мало Шар Потом Минут Там Двадцать Провисел Или Час Двадцать Я Не Помню Точно В Газете Об Этому Написали Потом Милиция Его Сопровожала До Ленинского Проспекта Он Туда Долетел На Этой Высоте Потом Полетел Во Внуково Завис Там Над Взлетной Полосой А Потом У меня Парень Радиолюбитель Целый Месяц Следил Он Там Висел Целый Месяц И На Эту Полосу Никто Не Садился Там Пробовали Диспетчеры Не давали Говорят Ну Еще Не Хватало А Если Он Друг Тебя Гропнет Мы Отвечать Будем Нет Садись На Другую Полосу Вот А Потом Он Незаметно Ищет Юрий Степанович Я Просто В Скайпе Вы Услышали Мое Наблюдение А Из-за Технических Вопросов Зрители Не Услышали Вот Я допустим Объяснил Откуда НЛО Появляется А у вас Есть Предположение Откуда Эти Объекты Я Знаю Абсолютно Достоверную Информацию Давай так Сразу Я Ничего Не Предполагаю Видел Пробовал Скажу А предполагать Это Откуда Они Прилетают Сейчас Я вам Приведу Пример Благо Что В 16 Лет На 12 Этажном Доме 90 Сколько Это 92 Году Мы С числа Пяти Друзей Стояли В солнечный Как говорится День И вот Эта Летающая Тарелка Приблизилась К нам Очень Близко Благо Что У нас Было 5 Человек Там 17 Летних Подростков Которые Не Верили Своим Глазам Она Начала Камуфлироваться Такую Дымку Она Была Очень Близко Вот Этот Объект Был Такого Знаете Метал Как Вороненая Сталь Или Какого-то Оружия Такой Вот Я Летающий Тарелку Видел Откуда Она Я Топ То Что Откуда Я Всегда Говорю Мне Бо Самому Узнать Я Был Скоро В своих роликах Ответил Вячеслав Юрий Уважаемый Вот Смотрите В Африке Существует Такое Население Как Дагоны И Они Утверждают Что На Эту Землю На Этот В общем На Эту Окружности Их Привезли Полу Какие-то Боги Герои Или Боги Не Знают Как Называть Но В общем Да Как Вы Думаете Все-таки Это Им Навязано Высшими Вот Этими С Разными Кланами Рошальда И тому Тому Подобное Или Это На самом Деле То Что Ну Как В Африке В таком Как Индия Положении Что Просто Их Оккупировали Больше Чем Нас Я Думаю Что Все Немножко Не Так Ротшильдам Нет Никакого Смысла Говорить Что Есть Боги Кроме Них Этот Маркс Карл Маркс Он же Мордихайлеви Карл Маркс Это его Партийная Кличка Он Сказал Что Бог Евреев Это Деньги Избавьтесь От денег И евреев Вымрут Читайте Поэтому Им Не Имеет Смысла Говорить Что Существуют Боги Кроме Них Поэтому Наша Земля Погрязла В бумаге И Я Объяснял Что Такой Бумажный Деньги Это Цирк С помощью Которого Нас Грабят Никакой Экономики Никаких Денег Нет В природе Это Система Оболванивая Наперстничкой Вот Так Они Бумажками Тусуют И Все Поэтому Им Не Имеет Смысла Делать Богов Для Себя Они Сами Потому Что Числа Их Наверное Зашкаливают До Безумия Потому Что Да Я С вами Согласен Здесь Очень Все Просто Так Что Все Так Я Думаю Что Сириус Все Остальные Которые На Небе Есть Названия Они Не Просто Наверное С Помогает Так Получается Я Не Знаю Насчет Помощи Вот Здесь Вопрос Другой Помогает Или Наоборот Убивает Тут Вопрос Другой Что Нам Кто-то Это Дал Или Наши Предки Встречались И знают Это Вот Я Не Случайно Говорю Вот Счет Русов Я В детстве Маленький В деревне Был И Там Слышу Эти Слова Думаю А Че Это Дальше Открываю По Календарю Вот Я Работал Открываю Оказывается Там Написано Что До Петра Первого И считали По Восьмидневной Недели И Тукон Все Изменил И Отобрал Пять тысяч Лет Почти У нас Понимаете И Никто Это Не Дает И Потом Начинает Голову Морочить То Целенаправленно Шайка Захватившая Власть На земле Изменяет Наше Сознание Ну Не Удаются Им Изменить Всех Рано Или Поздно Народ Начинает Просыпаться Как я Говорю Это Правильно Говорите Легче Управлять Стадо Бараном Одного Пастуха Чем Бараны Будут Управлять Одним Пастухом Правильно Я так Понял Конечно Мало Того Баранов Приучают Жить Горные Козлы Бараны Их волк Не может Много Порезать Они Одного Убивают Ну и Едят А Когда Нас Содержат В этих Казематах То Нас Можно Резать Мы Не Убегаем Потому Что Мы Привыкли Шесть Наш Дом Знаете В чем Да Очень Интересно Вот Вам Еще Один Вопрос Это Задает Девушка Зовут Ее Ира И Ей Очень Интересно Знаете Львы Про Химтреллы И Кажут Химтреллы Ну Это В общем Новый Термин Создан Это В виде Аэрозоли Которые Самолет При Там Десяти Там Двенадцати И тому Подобное Высотах Испарение Идет У него С двигателя Керосина Сейчас Это Называют Химтреллы Но Керосин Добавляют Пресратки Как Называем Аэрозоли Если Буквально Как Вы Думаете Это Правда Или Нет То Что На Нас Распыляют Разные Непонятные Вещества И тому Тому Подобное Знаете ли вы Про Это Я Не Могу С вами Согласиться Что Непонятные Это Абсолютно Известные Материалы Вы Их Уже Назвали Сами Аэрозоли Что Так Аэрозоли Откройте Учебник Там Прочтете Вот Эмульсии То же самое Аэрозоли Это Порошок С воздухом Вот Я Занимался Этой Порошковой Технологией Много Лет И Там Как Раз Постиг Самые Большие Знания Потому Что Аэрозоли Мелкие Частички Которые Чем Мельче Тем Больше Проявляют Электрические Свойства Особенно Диэлектрические Металлические Они Появляют И тут же И гасят Потому Что Металл Не держит На себе Зарядов Избыточных А Дилеркер Держит Вот Поэтому Мне Удалось Установить Очень много Эффектов Про электричество Я делал В день По тысяче Опытов И так И сяк Пробовал И так И сяк И как Садится И как Заряжается И как Напыляется То есть Поменял Местами Концы И уже Другой Опыт Только записывать Надо Чтобы ты Потом Знал Что ты делал Многие А ну я запомню Все Ничего не запомнил Вот я когда С магнитами Это То что мы называем Магнитами Эти Магнитные поля Я их не нашел Мало того Я нашел книгу Где полностью Отрицается Магнитное поле Шесть Изданий В научном Образовании А в научном Образовании Кричат о магнитах И магнитных полях А там написано Что его нет Вот я вам его сейчас зачту Да Очень будет интересно Спасибо Это один из тяжелых курсов От которого Все отказывались Но Мне как говорится Подсунули Чтобы дискредитировать Я Собрался И быстро сделал Вот эта книжка Методы и средства измерений ГГ Вот Шесть Изданий Для образования Высшего Высшего образования Высшее Вот оно Видите Высшее профессиональное образование Угу Я открываю 103 страничку Я когда этим студентам Прочитал Они побежали К заместителю директора После этого Я стал его Врагом номер один Вот здесь раздел Измерение Магнитных величин Видите Да конечно Очень видно хорошо Вот желтая полосочка Вот я покрасил Я ее вам зачитываю Потому что вам Наверняка не прочитают Очень интересно А? Очень интересно А вот книжка Запишите автора Ранев И Тарасенко ТГАП И вы можете Эту книжку найти В библиотеках И посмотреть Последний год издания 2010 Вот Там написано Магнитные измерения А почему я знаю Потому что она к нам только пришла Я в тот период читал лекции Как раз по этой теме И она у нас в программе Книгу эту использовать Для обучения студентам Написано Магнитные измерения Тесно связаны С электрическими измерениями Так как электрические магнитные явления Представляют собой часть Единого электромагнитного процесса В большинстве случаев При определении той Или иной магнитной величины Измеряются практически Электрические величины Значения которой Представляют собой Функцию Измерения Магнитных величин Сама же Магнитная величина Определяется Только расчетным путем На основании Соотношений Связывающие Магнитные И электрические Величины Все Никаких Магнитных явлений Нет Измеряют только Электрические А потом Ученые Придумали формулы Что это Магнитное Единственное Почему Потому что там Смещение Измерения Идет Под 90 градусов Заряд Перемещается Так Это При избытке По проводнику А поле Которое он создает Электрическое Перпендикулярно Что это значит В центре В центре проводника Поле равно нулю Оно все выталкивает Все избыточки Естественно Я просто это знаю Я сам по профессии Сварщик Я прошу прощения Юрий Шипанович Хочу сюда добавить Юрий Так Ответьте пожалуйста Все таки Для чего же Химтрейл распыляют Не только же для опытов Но и наверное Для какого-то подавления Чего-то Значит Объясняю Суспензии Увеличивают мощность Двигателя Поэтому ракеты Делают даже из твердого Почему Потому что Жидкое топливо Хранить тяжело Ну и прочие-прочие сложности Управлять легко А твердотопливные Наоборот Они развивают Так называемую Тягу Значительно больше Но У них опасность Взрыва и горения Поэтому Если вы знаете То из него делают Звездочку Чтобы со всех сторон Подходило равномерно Понемножку А потом уже горел Здесь основной То есть все Эти присадки Аэрозоли Для мощности Конечно Здравия вам Я ваш самый большой Приверженец Я просмотрел Все ваши работы И продолжаю Следить за вашей работой Ну и я вас умоляю Вот умоляю Вот это У нас тут Как сказать Нас уже назвали Котлеровцы И я Уже устал им говорить Что Пойдите К Рыбникову Посмотрите Что такое скорость света Пожалуйста Выдайте им Чтобы они уже Вот их тут 120 человек Пусть услышат Ну Скорость света Это вообще Ничто Значит Вот Каждый из вас Может взять Свечку Или зажигалку Берете Видеокамеру Вот такого типа Или На своем У кого Записывает Видео Телефон В темное помещение Вот как сейчас Уже ночь Вы ставите Камеру На себя Чтобы вы Попали В подсъемку Зажигаете А свет Тушите То ли Это в комнате То ли у вас Свечка горит То ли зажигалка И вы идете Мимо этой камеры Раз прошли Два прошли Три прошли Достаточно Потом Берете И проверяете И вы увидите Что на съемке Вот такая Маленькая Красненькая Точечка И ты ее Несешь Я Или ты Значит Скорость света Подождите Скорость света Даю кто Я Об этом Знали Наши предки Они знали Что свет Никуда не бежит Поэтому они зажигали Факелы И шли Несли с собой Свет Еще больше Они заходили С ним в пещеру И он тоже Никуда не убегал И только Академики Нам Впендюривают В мозги Что скорость Свет 30 тысяч Км в секунду Ноль Скорость света Ноль Юрий Степанович Вот сюда же Хотел бы спросить Так получается Если говорят Лазер То он не может Передавать информацию Ну то есть На расстоянии Если через лазер Снимают Там и там Поставить Вот не подойдите Лазер Подождите Лазер это что? Ну Поток направлен На свет Нет Лазер это прибор Хорошо А что он изучает? Подождите И никакого Значения К источнику Свет Он не имеет Субтитры создавал DimaTorzok